Глава шестая. Новые контуры мировой истории. В 1776 году в Америке началось первое колониальное восстание из целой череды подобных мятежей, продолжавшихся на протяжении нескольких десятилетий до тех пор, пока весь их пыл не угас. Помимо того, что ими отмечается целая эпоха в истории американских континентов, эти мятежи к тому же служат удобной точкой, с которой прекрасно просматривается первая фаза европейского господства в целом. В других уголках планеты тоже случилось нечто вроде изменения ритма, ознаменованного такими фактами, как устранение опасного для британцев в Индии соперника в лице французов и доступность австролазии для европейских переселенцев. Австролазию, как пригодный для человеческого проживания континент, открыли в последнюю очередь. В конце XVIII века появилось ощущение того, что завершается одна эпоха и открывается новая. В этот момент появляется удобная возможность для оценки изменений, случившихся за предыдущие три столетия и повлиявших на ход истории планеты. На их протяжении европейская гегемония проявлялась в формах завоевания и отъема чужих земель. Они обеспечили богатство, которое в Европе можно было использовать для дальнейшего укрепления ее относительного превосходства над носителями другой цивилизации, а также навязывание политических структур, способных распространять прочие формы европейского влияния. Их создавали правители горстки европейских государств, превратившихся в первые мировые державы с точки зрения географического масштаба их интересов, если не их мощи. Атлантические страны, которым в эпоху великих географических открытий достались возможности и исторические судьбы мира, отличались от остальных европейских государств. Первыми за эти возможности ухватились искатели приключений Испании и Португалии, в XVI веке ставшие единственными великими колониальными державами. Они давно миновали зенит своей славы, к 1763 году, когда заключили Парижский мирный договор и тем самым покончили с Семилетней войной. Данное соглашение служит удобным ориентиром для отчета истории нового мирового порядка, который пришел на смену мировому порядку, диктовавшемуся властями Испании и Португалии. С этого момента начинается господство Великобритании в ее соперничестве с Францией на заморских территориях, что отняло у британских правителей без малого три четверти столетия. Поединок закончился ничем, и французы все еще могли надеяться на возвращение утраченных позиций. В Великобритании, тем не менее, в будущем предназначалась роль великой имперской державы. Эти две нации затмили голландцев, которые построили свою империю, как и они сами, в 17 веке, то есть период заката португальской и испанской держав. Но Испания, Португалия и Республика Соединенных Провинций все еще владели крупными колониальными территориями и оставили стойкие отметины на карте мира. Эти пять наций к 18 веку отличались своей историей заокеанских приобретений одновременно от материковых государств Центральной Европы и стран Средиземноморья, игравших главную роль в древние века. С появлением у них особых колониальных и внешнеторговых интересов, перед дипломатами этих держав открылись новые причины и места, по поводу которых пришлось вести споры. Власти практически всех остальных государств запоздали с осознанием того, насколько важными могут оказаться вопросы за пределами Европы, причем иногда их могло возникать по пять одновременно. Испанцы сражались достаточно ожесточенно, сначала на стороне Габсбургов в Италии, затем против османов и в конце ради Европейского превосходства в Тридцатилетней войне, чтобы по ходу дела потратить впустую сокровища индейцев. В их затянувшемся поединке с британцами французы легче и чаще своих соперников отвлекались и направляли свои ресурсы в континентальные нужды. В самом начале ощущение того, что внеевропейские проблемы заведомо перепрялись с европейскими интересами в дипломатии, узнавалось трудом. С тех пор, как испанцы и португальцы к собственному удовлетворению обозначили свои интересы, правителям остальных европейских стран беспокоиться было практически не о чем. Судьба поселения французских гугенотов во Флориде или пренебрежение беспредметными притязаниями испанцев, подразумевавшихся вояжами в Руанок, европейским дипломатам едва ли доставляли головную боль, тем более не определяли тематику их переговоров. Такая ситуация стала меняться, когда английские пираты и авантюристы, поощряемые Елизаветой I, начали причинять ощутимый ущерб испанским флотам и колониям. К ним скоро присоединились голландцы, и с этого времени приобрела очертания одна из важных тем дипломатии следующего века. Один французский министр при Людовике XIV описал все дело так. Причиной нескончаемого боя между странами Европы в военное и мирное время служит торговля. Насколько все поменялось за последние 200 лет? Правители, конечно же, постоянно беспокоило их благосостояние и возможности его наращивания. Венецианцы издавна ограждали свою коммерцию от возможных опасностей дипломатическими средствами, а англичане часто выписывали охранную грамоту для своего экспорта тканей во Фландрию, предусматривавшуюся заключенными соглашениями. Все безоговорочно признавали тот факт, что крутятся огромные прибыли, а выгоду из их обращения можно извлечь только за счет других. Но пройдет еще много времени, прежде чем представители европейской дипломатии возьмут в расчет погоню за богатствами вне пределов Европы. Предпринималась даже попытка обособления таких вопросов. В 1559 году французы и испанцы договорились о том, что то, что их капитаны сделали друг другу за пределами известной линии, обозначавшей в то время акваторию к западу от Азорских островов и к югу от Тропико-Рака, не следует считать поводом для враждебности между двумя государствами в Европе. Переход к новой совокупности дипломатических допущений, если можно так выразиться, начался в ходе конфликтов с Испанской империей по поводу торговли. Тогдашними воззрениями предусматривалось, как само собой разумеющееся, что в колониальных отношениях интересы державы-метрополии всегда считались главными. А поскольку те интересы лежали в плоскости экономической, подразумевалось, что заселенные колонии должны были через освоение своих минерально-сырьевых и природных ресурсов давать чистую выгоду своей метрополии, а также, если существовала возможность обеспечивать ее доминирование в определенных районах международного судоходства, К 1600 году стало понятно, что все претензии придется урегулировать морской силой, и после разгрома армады испанская морская мощь больше не внушала былого почтения. По большому счету перед Филиппом во весь рост встала дилемма рассредоточить свои усилия и интересы между Европой, где участники междоусобицы Валуа и Елизаветы, Нидерландской революции и контрреформации единодушно претендовали на его ресурсы, и Индии, где покоя для себя можно было добиться только морской мощью и организации полноценных испанских поставок, необходимых колонистам товаров. Он остановил свой выбор на попытке сохранить империю, но при этом предусматривалось ее использование для оплаты европейской политики. Тем самым он не смог по достоинству оценить сложности управления настолько огромной империей с помощью бюрократии и средств сообщения XVI века. Однако путем неуклюжей и запутанной системы регулярных рейсов судов в сопровождении конвоев, сосредоточение колониальной торговли в нескольких сертифицированных портах и патрулирование их силами эскадр береговой охраны испанцы пытались сохранить для себя богатство Индии. Как раз голландцы первыми дали понять, что готовы побороться за долю от таких богатств, и поэтому первыми заставили дипломатов обратить внимание и умение на регулирование отношений за пределами Европы. Для голландцев верховенство в торговле потеснило любые другие соображения. Их намерения прояснились с началом XVII века в Ост-Индии, Карибском бассейне и Бразилии, где они применили мощные эскадры для прорыва испанско-португальской обороны, прикрывавшей главного производителя сахара в мире. Этот производитель стал причиной их единственного серьезного провала, так как в 1654 году португальцы смогли выселить голландские гарнизоны и восстановить свой контроль, не вызвав последующих осложнений. Такая погоня за коммерческим обогащением пронизывала помыслы министров практически всех английских протестантских правительств XVII века. Власти Англии выступили союзником голландских мятежников предыдущего века, а Кромвель спал и видел, как бы возглавить протестантский союз против католической Испании, но вместо желанного союза ему пришлось вести первую из трех войн англичан с голландцами. Первая, 1652-1654 годы, представляла собой по существу торговую войну. Дело тогда касалось решения английских властей по ограничению ввоза на территорию Англии товаров, доставлявшихся на английских торговых судах и на судах стран, где эти товары производились. Здесь воплотилась заранее продуманная попытка поощрения английского судоходства и овладения положением, при котором можно было сравняться с голландцами. Тем самым англичанам удалось нанести удар по стержню голландского процветания, то есть по их перевозкам товаров морским путем в Европе, в частности товаров в бассейне Балтийского моря. Их содружество государств располагало передовым флотом и поэтому взяло верх в борьбе. Вторая схватка завязалась в 1665 году после очередной провокации со стороны англичан, когда те отобрали у голландцев новые Нидерланды. В этой войне союзниками голландцев выступили французы и датчане, причем в поход вышли лучшие их мореходы. При заключении мирного договора они поэтому смогли настоять на ослаблении английских ограничений на импорт, хотя все-таки пришлось оставить новые Нидерланды англичанам в обмен на сахарные фактории на побережье Суринама. Эти положения закреплялись в Брэдском соглашении, 1667 год, вошедшем в историю как первое многостороннее европейское мирное решение, и его можно назвать первым документом по урегулированию европейского спора за пределами Европы. По его условиям, Франции пришлось уступить острова Вест-Индии Англии, а взамен французы получили признание их собственности над необитаемой и непривлекательной, но стратегически важной территорией Акадии в Новой Франции. Англичане неплохо постарались. Новое приобретение в Карибском бассейне достались им в традиции, установленной при Содружестве государств, когда Ямайку отобрали у Испании. Так случилось первое заокеанское приобретение англичан путем применения вооруженной силы. Меры Кромвеля рассматривались как решительный поворот к сознательной имперской политике. Ее во многом можно отнести к его воззрениям на мировую систему. Возвращенные стюарты оставили в нетронутом виде практически всю, так сказать, навигационную систему, разработанную для защиты судовождения и колониальной торговли, а также предохранение Ямайки и дальнейшего признания новой роли Вест-Индии. Карл II выдал разрешение на основании новой компании, названной в честь Гудзонова залива, задачей которой объявлялось вытеснение французов с ведущих позиций в торговле мехом на севере и западе. Он и его в остальных отношениях недостойный преемник Яков II, по крайней мере, позаботились, пусть даже с определенными провалами, о сохранении английской морской мощи, которая потом послужила Вильгельму III Оранскому в его войнах с Людовиком XIV. Не будем утомлять любезного читателя подробным изложением изменений следующего столетия, на протяжении которого сначала в английской, а затем в британской дипломатии созревал новый имперский акцент. Скоротечная, третья, англо-голландская война, фактически не принесшая важных последствий, действительно не принадлежит этой эпохе, главной чертой которой считается затянувшееся соперничество между Англией и Францией. Война Аугсбургской лиги, или война короля Вильгельма, как ее назвали в Америке, ознаменовалась многочисленными колониальными схватками, но никаких великих изменений не принесла. Война за испанское наследство выглядела совсем другой. Ее уже можно назвать мировой войной, причем первой в современной эпохе за судьбу Испанской империи, а также за судьбу французской державы. К моменту ее завершения британцы не только отвоевали у французов Акадию, впредь называвшуюся Новой Шотландией и другие территории в западном полушарии, но к тому же получили право поставлять рабов испанским колониям и отправлять по одному судну в год с товарами для их сбыта там. После этого в британской внешней политике все большее внимание стали привлекать вопросы заморских территорий. Европейские дела отвлекали гораздо меньше внимания, даже несмотря на смену в 1714 году династии, когда первым королем Великобритании стал Курфюрст Ганновера. При том, что случились тревожащие моменты, британская политика оставалась предельно последовательной, всегда ориентированной на изначальные цели содействия британской торговли, ее всемирной поддержке и расширению масштабов. Часто эту цель, надежнее всего, удавалось достигать через установление общего мира, иногда посредством дипломатического нажима, как в случае, когда Габсбургов убедили отказаться от замысла Остенской компании, предназначенной для торговли с Азией, но иногда применяя вооруженное насилие ради предохранения привилегий или стратегического превосходства. Важность войны на том отрезке европейской истории становилась все яснее. Первый случай, когда две европейские державы вступили в войну по причине, не имеющей ни малейшего отношения к Европе, датируется 1739 годом, когда британскому правительству заблагорассудилось начать сущности военные действия против Испании из-за ее права на обыск судов в Карибском море, или, как испанцы вполне могли это назвать, мер, которые они вполне правомерно приняли ради предохранения своей империи от поползновений на ее торговые привилегии, предоставленные в 1713 году. Ту усобицу потомки вспоминают как «Войну за ухо Дженкинса». Ироническое название было дано англичанами по отрезанному уху капитана торгового судна Роберта Дженкинса, которое тот в 1738 году преподнес английскому парламенту в качестве доказательства насильственных действий сотрудников испанской береговой охраны против английских мореплавателей, что и послужило формальным поводом к войне. Конфликт в скором времени подхватили участники войны за австрийское наследство и превратили его в англо-французскую схватку. Заключением мира в 1748 году Не очень-то удалось изменить будущее территориальное притязание этих двух соперников. Не прекратилась и борьба в Северной Америке, где французы, как казалось, собирались навсегда отрезать британские поселения от американского Запада цепью фортов. Британское правительство впервые отправило в Америку контингента регулярных войск в ответ на такую угрозу, но у них ничего не получилось. Только во время Семилетней войны один британский министр осознал наличие шанса окончательного решения исхода затянувшегося поединка в отличении внимания Франции и ее союзникам Австрии в Европе. Как только британцы выделили необходимые ресурсы, за решительными победами в Северной Америке и Индии последовали новые победы в Карибском море, некоторые из которых достались за счет Испании. Британские войска даже захватили Филиппины. То была глобальная война. Мирный договор 1763 года фактически не принес того ослабления Франции и Испании, на которое так рассчитывали многие англичане. Но зато удалось практически устранить Францию как соперника в Северной Америке и Индии. Когда встал вопрос о сохранении Канады или острова Гваделупа, где выращивался сахарный тростник, соображением в пользу Канады приводилось то, что соперничество из-за увеличения сахарного производства в империи боялись плантаторы Карибского бассейна, уже выступавшие под британским флагом. Результатом стало образование огромной новой британской империи. К 1763 году вся Восточная Северная Америка и побережье Мексиканского залива до самого устья Миссисипи стали британскими владениями. С упразднения французской Канады развеялись надежды или угрозы с точки зрения англичан на существование некой французской империи долины Миссисипи, простирающейся от реки Святого Лаврентия до Нового Орлеана, основанного великими французскими землепроходцами XVII века. Багамы служили северным звеном островной цепи, пролегавшей через Малые Антийские острова до Тобаго и практически закрывавшей Карибское море. Внутри этого архипелага Британии принадлежали Ямайка и побережье Гондураса с Беризом. По условиям Утрехтского мирного договора 1713 года британцы выторговали ограниченное юридическое право на торговлю рабами с Испанской империей, которую они быстро прожали далеко за его официально обозначенные пределы. В Африке британцам принадлежало совсем немного постов на Золотом берегу, зато они служили основанием громадной африканской работорговли. В Азии начало фазы британской территориальной экспансии в Индии обещало установление прямого правления англичан в Бенгалии. Британское имперское верховенство основывалось на морской мощи, истоки которой можно поискать среди знаменитейших военных кораблей, построенных при Генрихе VIII. На вооружении большого парусного судна класса «Каракка» Генрих, милостью божьей, находилось 186 орудий. Но после такого внушавшего большие надежды начало, продолжение наступило только во времена правления Елизаветы I. Британские капитаны при незначительном финансировании со стороны монархии или гражданских дольщиков нарастили одновременно боевые традиции и создали современнейшие корабли за счет доходов от операций против испанцев. При первых королях династии Стюартов к флоту Британии проявляется слабый интерес, и усилия на его развитие прилагались соответственные. Их августейшая администрация не могла осилить судостроение, и оплата строительства новых судов на самом деле служила причиной ожесточенных споров в парламенте по поводу освоения налоговых поступлений в королевскую казну. Как ни странно, но как раз при Содружестве наций проявился серьезный и стойкий интерес к военно-морской мощи, с которого началось настоящее развитие британского королевского флота на все предстоящее время. К тому времени связь между голландским превосходством в торговом судоходстве и их военно-морской мощью принималась близко к сердцу, и оно нашло воплощение в навигационном акте, послужившим поводом для англо-голландской войны. Мощный торговый флот стал колыбелью для воспитания моряков, пригодных к службе на боевых кораблях, а торговый поток – источником налоговых поступлений для финансирования. Мощный торговый флот можно было построить за счет перевозки товаров из других стран. Отсюда следует важность соперничества в случае необходимости с применением орудийного огня и вторжения в такие закрытые области, как испанская торговля с американским континентом. Техническое оснащение вооруженных сил, появившееся в ходе сражений, сопровождавших тогдашнее соперничество стран, подвергалось поступательному усовершенствованию и специализации. Но никакого коренного изменения между XV и XIX столетиями не произошло. Основная компоновка судов определилась, как только вошла в употребление прямая их оснастка и стрельба из бортового оружия по траверсу, хотя большая роль в приобретении ходового превосходства принадлежала удачной индивидуальной конструкции боевого корабля, и во время поединка с англичанами XVIII века французы обычно строили суда лучше по сравнению с британскими. Под влиянием англичан в XVI веке пропорции судов стали меняться с удлинением относительно ширины корпуса по бимсу, одновременно к тому же постепенно сокращалась относительная высота бака и кормы над палубой, бронзовые пушки довели до высокого уровня совершенства уже в начале XVII века, после этого специалисты артиллерийского дела занялись модернизацией их конструкции, точностью стрельбы и увеличением веса снаряда. В XVIII веку принадлежат два значительных нововведения. Принята на вооружение для стрельбы на короткие дистанции крупнокалиберная чугунная мортира типа Коронада, позволившая значительно повысить огневую мощь кораблей даже весьма малого водоизмещения, а также ударно-спусковой механизм с кремниевым замком, облегчавший точную наводку ружья на цель. Развлечения по предназначению и конструкции между военными кораблями и торговыми судами начали проводить к середине XVII века, хотя грань между ними оставалась все еще несколько стерта из-за остававшихся на плаву старых судов и практики каперства. Каперство служило дешевым способом приобретения военно-морской мощи. Во время войны власти делегировали полномочия капитанам отдельных частных оснащенных артиллерийским вооружением торговых судов или их хозяевам на захват коммерческих неприятельских судов или судов нейтральных стран, занимавшихся перевозкой грузов в пользу воюющей страны. Вся добыча доставалась этим капитанам. Так выглядела форма пиратства упорядоченного, причем английские, голландские и французские каперы с большой выгодой для себя занимались грабежом торговых судов друг друга. Первой Великой Каперской войной называют борьбу, которую неудачно вели против англичан и голландцев французы при короле Вильгельме III. Остальные нововведения касались тактики ведения войны и управления. Формализации подверглась система передачи сигналов управления, а для британского королевского флота вышли наставления по ведению морского боя. Повысилась важность тщательного отбора экипажей кораблей. В Англии появилась служба вербовщиков. Французы в своих приморских областях внедрили системы военно-морской воинской повинности мужского населения призывного возраста. Таким способом комплектовались экипажи крупных флотов, и всем стало ясно, что в условиях практического равенства умений личного состава и незначительного ущерба, наносимого даже крупнокалиберными пушками, исход сражения все равно будет решаться численным превосходством. С судьбоносного периода развития в 17 веке появляется морское превосходство одной европейской страны, которому суждено было сохраняться на протяжении двух с лишним веков и определять по всему миру систему так называемой Пакс-Британика, периода доминирования Британской империи на море и в международных отношениях, начиная с битвы Приват-Эрлоо 1815 года и заканчивая Первой мировой войной 1914-1918 годов. Голландцы, как соперники, отпали, когда их республика прогнулась под бременем защиты собственной независимости на суше от поползновений французов, опасным морским соперником англичан выступала Франция. И здесь можно увидеть, что поворотный момент наступил к концу правления короля Вильгельма. К тому времени выбор между превосходством на суше или на море французы сделали в пользу суши. С тех пор французам больше не удалось восстановить своего военно-морского превосходства, хотя французским судостроителям и капитанам все еще удавалось одерживать победы за счет своих навыков и беспримерной храбрости. Англичанам не приходилось отвлекаться от наращивания своей морской мощи на океанских просторах. Им оставалось только стравливать своих континентальных союзников на суше, чтобы самим не тратиться на содержание крупных сухопутных войск. Причем речь здесь идет далеко не о прямолинейном сосредоточении ресурсов. Развитие британской морской стратегии тоже происходило на путях, далеко уходивших от путей формирования политики остальных морских держав. Здесь уместно упомянуть о потере интереса французов к флоту Людовика XIV, так как их разочарование наступило после того, как англичане нанесли им громкое поражение действиями своего флота в 1692 году и тем самым посрамили французских адмиралов. То была первая победа из многочисленных одержанных вслед за ней, ставшая наглядным пособием по оценке стратегической обстановки в условиях, когда военно-морская мощь складывалась в конечном счете из завоевания господства над поверхностью морского района ведения операции, обеспечения безопасности движения в нем своих судов и пресечения появления в нем судов врага. Ключом к созданию желанной обстановки служила нейтрализация флота противника. Без его нейтрализации никакой речи о безопасности мореплавания идти не могло. Таким образом, конечной целью британского военно-морского флота на протяжении целого столетия, когда королевские военно-морские силы пользовались практически неоспоримым господством на море и сложились стойкие наступательные традиции, ставилось заблаговременное нанесение поражения флоту противника. Военно-морская стратегия подпитывала имперское предприятие косвенным, а также непосредственным образом, потому что все активнее требовало приобретение баз, с которых можно было бы действовать эскадром кораблей. Они представляли особую важность в укреплении Британской империи. В конце XVIII века этой империи тоже грозила потеря большей части ее освоенной территории, и эта потеря несла бы с собой дальнейшее освобождение от навязывания европейской гегемонии за пределами нового света в том же 1800 году через торговые фактории, островные плантации с базами и контроля морской торговли, а также покорение чужих больших территорий. Меньше чем за три столетия навязывание даже такой ограниченной формы империализма произошло коренное изменение мировой экономики. До 1500 года насчитывалось больше сотни стран с более или менее самостоятельной или обособленной системой хозяйствования. Европейцы едва имели представление о Северной и Южной Америке, а также Африке, о существовании Австралазии они даже не подозревали. Транспортное сообщение с ними выглядело просто крошечным по сравнению с огромными территориями. Из Азии в Европу тянулся тонкий ручеек торговли роскошью. К 1800 году появилась сеть товарообмена планетарного масштаба. В нее попали даже Япония и Центральная Африка, остававшаяся все еще неохваченной магистральными линиями сообщений, но все-таки присоединенные к ним через работорговлю и арабов. Первые два его наглядных признака проявились в виде переключения азиатской торговли с Европой на морские маршруты, проложенные португальцами, и потока слитков благородных металлов из Америки в Европу. Без того потока, прежде всего слитков серебра, вряд ли наладилась бы торговля с Азией, так как в Европе практически не производили товары, пользовавшиеся спросом в Азии. В торговле с Азией можно увидеть главную роль слитков серебра из Америки, поток которых достиг своего максимального значения в конце XVI века и в первое десятилетие века следующего. При том, что невиданное обилие в Европе драгоценных металлов можно назвать первым и наиболее заметным экономическим результатом новых европейских взаимоотношений с Азией и Америкой, оно отнюдь не играло такой значительной роли, как общий прирост торгового оборота, существенную долю в котором составили африканские рабы, поставлявшиеся в бассейн Карибского моря и Бразилию. Невольничьи суда обычно шли назад из Америки в Европу загруженными колониальными товарами, пользовавшимися все большим спросом среди европейцев. В самой Европе сначала Амстердам, а за ним Лондон, потеснили Антверпен, как международные порты, причем в значительной мере из-за мощного увеличения притока реэкспортных колониальных товаров, пребывавших в трюмах голландских и английских судов. Мощные торговые потоки распадались на сектора и подсектора, подразумевавшие дальнейшую специализацию и разветвление торговой отрасли. Настало благоприятное время для судостроения, текстильного производства, а позже сферы финансовых услуг, таких как страхование, сотрудники которой взяли на себя всю тяжесть бремени мощного расширения объема торговли. На восточную торговлю во второй половине XVII века приходилось четверть всего голландского внешнеторгового оборота, и на протяжении того века число судов, отправленных экспедиторами остынской компании из Лондона увеличилось в три раза. Более того, эти суда усовершенствованного проекта брали на борт больше грузов и требовали меньше членов экипажей, чем суда предыдущих исторических этапов. Материальные последствия нового вмешательства европейцев в дела всего мира намного легче измерить, чем результат воздействия новых знаний об окружающем мире, на европейский склад ума. Взгляды менялись, и об этом можно было судить уже в XVI веке, когда произошло мощное увеличение количества книг, посвященных открытиям и путешествиям. Можно сказать, что востоковедение, как наука, приобрело своих основателей в XVII веке, хотя европейцы начали осознавать значение знаний об антропологии других народов только к его завершению. Такие явления получили усиление через пропаганду их значения в период появления издательского дела, и поэтому оценка новизны интереса к миру за пределами Европы дается с трудом. К началу XVIII века, тем не менее, отмечаются признаки важного интеллектуального воздействия на глубинном уровне. Описание идиллии жизни дикарей, придерживавшихся вполне нравственных канонов, без помощи христианства, наводило на размышления. Английский философ Джон Локк использовал доказательства с других континентов для показа того, что люди не разделяют никаких неспосланных Богом врожденных идей, в частности, идеализированная и поэтизированная картина Китая, содержала пищу для споров об относительности общественных атрибутов, в то время как по мере изучения китайской литературы, которому способствовали исследования иезуитов, открылась хронология, глубина которой сводила на нет традиционное вычисление даты всемирного потопа, описанного в Библии, как второе рождение человечества. Когда товары из Китая перестали считаться редкостью в Европе, восемнадцатого века возникло повальное увлечение восточными мотивами в мебели, фарфоре и платье. С этой точки зрения художественное и интеллектуальное влияние более чем очевидно. Чего не скажешь о действительно глубоком проникновении в европейскую жизнь, в которой прижились черты разнообразных цивилизаций, при том, что такого рода сравнения могут содержать некоторые тревожные аспекты, говорящие о том, что отношение европейцев к религии других народов вызывает меньше гордости, чем отношение к ней со стороны китайцев. Зато прочие аспекты, такие как деяния конкистадоров, подпитывали ощущение превосходства европейцев над всеми народами мира. Влияние европейцев на народы мира вместить в несколько простых фраз так же трудно, как влияние внешнего мира на Европу, но в некоторых его проявлениях оно, как минимум временами, представляется предельно очевидным. Как ни прискорбно, но факт, что практически нигде в мире коренные народы не получили ни малейшей материальной выгоды от первого этапа европейской агрессивной экспансии, зато многие из них пережили ужасные мучения. Но далеко не всегда и не в полной мере вина за это лежала на европейцах, если только не винить их в том, что они вообще пришли на чужую землю. В эпоху, когда никто ничего не знал об инфекционных заболеваниях, кроме самого очевидного, как, например, можно обвинять в катастрофических последствиях оспы или других болезней, занесенных из Европы в обе Америки, но все-таки такие последствия наступили. Судя по подсчетам ученых, в XVI веке население Мексики сократилось на три четверти. На некоторых островах бассейна Карибского моря коренное население исчезло без следа. Совсем другое дело такие факты, как безжалостная эксплуатация выживших после случившегося демографического провала. Здесь получил выражение тот лейтмотив подчинения и подавления, который проходит красной нитью через практически каждый случай изначального воздействия Европы на остальной мир. Различные колониальные условия и различные европейские традиции представляют собой всего лишь степени притеснения и эксплуатации чужого труда. Отнюдь не все колониальные общества основывались на одних и тех же крайностях жестокости и запугивания, но во всех этих явлениях присутствовали. Благосостояние республики Соединенных Провинций и их величественной цивилизации XVII века питалось от корней, которые, по крайней мере, на островах, где выращивались специи, и в Индонезии уходили в пропитанную кровью коренного населения почву. Задолго до того, как экспансия европейцев в Северной Америке пошла на запад от Олеганских гор, мимолетные добрые отношения первых английских поселенцев в Виргинии с коренными американцами разладились, и наступило время их истребления и выселения с насиженных мест. Хотя на население Испанской Америки в какой-то мере распространялось покровительство государства от крайних злоупотреблений системой энкомьенда, предусматривавшей право конкистадоров на сбор податис индейцев и на владение землей, его положение по большей части низвели до уровня пеонажа, долгового рабства, кабальной зависимости за долги, и наряду с этим прилагались нерешительные усилия из самых высоких побуждений по уничтожению коренной культуры. В Южной Африке Готтентотам, а в Австралии Аборигенам, предстояло повторить судьбу тех, кого коснулась европейская культура, и у кого не нашлось защиты в виде традиций древних и передовых цивилизаций, таких как цивилизации Индии или Китая. Даже этим великим странам европейцы нанесли большой ущерб, не могли они и сопротивляться европейцу, как только тот принимал решение на применение достаточной силы. Но самый наглядный пример европейского господства продемонстрировали обитатели заселенных европейцами колоний. Само благополучие многих из них долгое время зависело от торговли африканскими рабами, роль в структуре хозяйствования которых уже упоминалась выше. Начиная с XVIII века, проблема работорговли преследовалась ее критиками, которые видели в этом явлении наиболее жестокий пример бесчеловечного отношения одних людей к другим, будь то белых к черным, европейцев к представителям других рас или капиталистов к труженикам. Рабство должным образом доминировало над подавляющей частью историографии экспансии Европы и американской цивилизации, ведь оно являлось собой основной факт истории для обеих. В меньшей степени данное явление, из-за его роли в формировании контуров нового света, служило отвлечению внимания от остальных форм рабства в другие исторические времена, или даже альтернативных судеб рабства, таких как умышленное или неумышленное истребление, постигшее некоторые другие народы. Рынки невольников в колониях поселенцев нового света определяли направление работорговли до самой ее отмены в XIX веке. Наиболее надежных своих покупателей работорговцы находились сначала на островах Карибского моря и потом на американском материке, одновременно на северной и южной его части. На заре работорговли главная роль в ней принадлежала португальцам, но в скором времени их из Карибского бассейна вытолкнули голландцы, а за ними пришли так называемые морские псы Елизаветы I. Однако в XVI веке вытесненные из Карибского моря португальские капитаны переключились на ввоз африканских рабов в Бразилию. В начале XVII века голландцы основали свою вестынскую торговую компанию, через которую собирались вести бесперебойное снабжение рабами островов Карибского моря, но к 1700 году их обошли французские и английские работорговцы, открывшие фактории на невольничем берегу Африки. В целом они постарались перевести в западное полушарие от 9 до 10 миллионов африканских рабов, 80% из них после 1700 года. Наивысшее процветание торговли рабами приходится на XVIII век. За его 100 лет в Америку переправили 6 миллионов рабов. Новый век торгового благосостояния на работорговле европейцы обеспечили через такие порты, как Бристоль и Нант. За счет труда африканских рабов появилась возможность заняться освоением новых земель. С увеличением масштаба сбора урожаев новых зерновых культур, в свою очередь, произошли большие изменения в структуре европейского спроса, промышленного производства и торговли. С точки зрения расовых различий, европейцы до сих пор живут прежними представлениями. Зато исчезли, связанные с рабством, человеческие страдания. И теперь нам уже не дано их измерить, причем не просто в физических трудностях. Африканец на Вест-Инской плантации мог прожить считанные годы, даже если бы перенес ужасные условия путешествия морем, а в психологических и эмоциональных трагедиях этого массового переселения. Степень проявлявшейся жестокости не поддается измерению. С одной стороны, существуют свидетельства в виде оков и козел для порки, с другой стороны, воспоминания о широком распространении этих орудий пыток в европейской жизни тоже, и о том, что во главу угла ставился личный интерес, толкавший плантаторов на возвращение своих капиталовложений. О том, что это не всегда удавалось, показывают восстание рабов. Хотя мятежи поднимались нечасто, кроме Бразилии, и этот факт тоже требует своего осмысления. Рабство достигло новой и качественно отличавшейся стадии с появлением плантаций, образованных в Америке, то есть стадии человеческой эксплуатации, на которой нарушители человеческой морали и их жертвы одновременно соглашались со своими ролями. В этом смысле новый свет родился в условиях неволи. Практически нигде не регистрировавшийся ущерб, нанесенный народом Африки, оценить еще труднее, поскольку его свидетельства требуют гораздо больше гипотез. Судя по последним исследованиям, напрашивается вывод о том, что работорговля оказала прямое, практически непоправимое, негативное экономическое и социальное воздействие на те части Африки, где она по большому счету велась. Внезапное сокращение населения, непредсказуемость условий жизни, а также постоянный страх встречи с группами иноземцев, все это вместе привело к социальным бедствиям. Хроническое ощущение опасности кое-кто из экономистов называет причиной низкого уровня производства, сохранявшегося в определенных районах Африки ждало таких дурных предчувствий, как те опасения, которые испытывали испанские церковники в отношении американских индейцев, а аргументы, которые некоторые христиане противопоставляли любым ограничениям в их доставке из Африки, до сих пор оставляют определенное жуткое впечатление. Чувство ответственности за преступления против негров и вина за них получают широкое распространение только в XVIII веке и появляются они, по большому счету, во Франции и Англии. Одним из воплощений этих чувств стало новое использование британцами своей колонии Сьерра-Леоне, приобретенной в 1787 году. Филантропы приспособили ее под убежище для африканских рабов, получивших свободу в Англии. При благоприятном стечении политических и экономических обстоятельств, участникам общественного движения, воспитанным на гуманитарных представлениях в следующем столетии, удастся покончить с работорговлей и рабством в европейском мире. Но к рассказу об этом вернемся ниже. В навязывании миру европейской власти огромную социально-экономическую роль сыграло все то же порабощение других народов. Оно, к тому же, обросло многочисленными мифами, в жесточайшей форме символизирующими триумф силы, сочетании с алчностью и поражением человечности. К сожалению, в данном явлении, со всей наглядностью, отразилось усиливающееся доминирование через насилие технологических обществ, которым относится современное общество, где главные роли играют наука и техника, компьютеризация и информатизация, иногда в ущерб традиционным ценностям над отставшими в техническом отношении народами. Кое-кто из передовых европейцев признавал все это, однако, по их мнению, любое зло компенсировалось тем, что они предложили остальной части населения планеты, а главной своей заслугой они считали распространение христианства по всему миру. Как раз своим декретом папа римский Павел Третий, собиравший Трентский собор, объявил, что индейцев на самом деле можно считать людьми, и они не только обладают способностью к овладению католической верой, но к тому же, судя по поступившей нам информации, страстно желают причаститься к ней. Такой оптимизм представляется не просто выражением духа контрреформации, так как испанцев и португальцев с самого начала отличал миссионерский порыв. Свою миссионерскую деятельность в Гоа иезуиты начали в 1542 году и оттуда разошлись по всем странам бассейна Индийского океана, Юго-Восточной Азии и даже добрались до Японии. Наравне с представителями остальных католических держав французы тоже делали упор на миссионерскую работу, даже в районах, где экономического или политического участия в делах самой Франции не существовало. Как бы то ни было, оживление миссионерского движения приходится на 16-е и 17-е столетия, причем его следует признать ободряющим фактором контрреформации. Как минимум формально в 16-м веке появилось больше новообращенных в римское христианство, и проживали они на гораздо более просторной территории, чем когда-либо раньше. Что все это означало на самом деле, сказать труднее, но все-таки коренные американцы могли рассчитывать хотя бы на слабое покровительство со стороны римско-католической церкви, богословы которой поддерживали, пусть даже подчас неотчетливо, единственное понятие заботы о вассальных народах, существовавшее в имперской теории на заре ее существования. Протестантство далеко отстало от католицизма с точки зрения заботы о коренных жителей колоний, как и с точки зрения миссионерской работы. Голландцы едва ли что-то делали в этом направлении, и американские колонисты-англичане не только не обратили в свою веру, а фактически поработили некоторых своих соседей из индейских племен, квакера в Пенсильвании можно назвать заслуживающими похвалы исключением. Появление великих англосаксонских зарубежных миссионерских движений можно обнаружить только в конце XVIII столетия. Более того, даже сам дар Евангелия миру, когда его приняли, не избежал трагической двусмысленности. К тому же европейцы завезли чрезвычайно разлагающий потенциал, угрожавший подрывом традиционным структурам и понятиям в виде общественных авторитетов, юридических и нравственных атрибутов, моделей семьи и брака. Миссионеры, часто вопреки собственной воле, превратились в инструменты европейского господства и подавления коренного населения, применявшиеся на протяжении всей истории общения переселенцев из Европы с народами остальных континентов земного шара. Так получается, что все завезенное европейцами на чужие земли в конечном счете представляло угрозу для местного населения или, как минимум, оказалось обоюдоострым. Кормовые растения, то есть маниока, батат, кукуруза, которые португальцы завезли из Америки в Африку в шестнадцатом веке, с одной стороны, послужили обогащению африканского питания, однако, с другой стороны, с чем до сих пор не все согласны, из-за них произошел бурный рост народонаселения, приведший к общественному сбою и мятежу. Благодаря завезенным в обе Америки неизвестным ранее растениям, тем не менее, там удалось основать новые отрасли хозяйства, для которых потребовались рабы. Товарами такого ряда отраслей следует назвать кофе и сахар. Дальше, на север, для выращивания пшеницы британскими поселенцами никаких рабов не потребовалось, зато выросла потребность в пахотных землях, и колонистам пришлось двинуться на наследные охотничьи угодья индейцев, которых они безжалостно сметали со своего пути. Судьбы неродившихся поколений, когда такие растения с самого начала пересадили на американскую почву, определились как раз ими, и здесь следует ориентироваться на более протяженную перспективу, чем ограничиваться одним только восемнадцатым столетием. За счет только лишь пшеницы западное полушарие в конечном счете превратилось в житницу для европейских городов. В двадцатом веке ею пользовались даже Россия и азиатские страны. Просветающее до сих пор виноделие испанцы внедрили на острове и реке под одним названием Мадейра, а также на американском материке уже в шестнадцатом веке. Основа будущей политики по большому счету была заложена, когда на Ямайке прижились бананы, на Яве кофе и на Цейлоне чай. Кроме того, все подобного рода изменения в девятнадцатом веке осложнялись изменениями в спросе, так как процесс индустриализации потребовал больше прежних основных товаров, таких как хлопок. В 1760 году в Англию ввезли из-за рубежа девять с половиной тысяч тонн, двадцать один миллион фунтов хлопка сырца, а в 1837 году его ввезли сто шестьдесят три тысячи тонн, триста шестьдесят миллионов фунтов, и иногда создавались новые основные товары. Речь идет о последствии того, что каучуконосы успешно пересадили из Южной Америки в Малайю и Индокитай, причем такое изменение сказалось на будущем в стратегическом масштабе. Размах таких последствий для будущего в ранние века европейской гегемонии проявится в достаточной степени в грядущих событиях. Здесь следует разве что обратить внимание любезного читателя еще на одну часто повторяющуюся особенность этой модели поведения ее незапланированный случайный характер. Она представляла собой сплав нескольких разрозненных решений, принятых относительно небольшим числом людей. Даже самое невинное их нововведение могли вызвать последствия, подобные взрыву. Стоит вспомнить, в 1859 году в Австралию везли всего лишь несколько дюжин кроликов, которые за несколько десятилетий расплодились до нескольких миллионов голов, опустошивших практически всю сельскую местность данного континента. Точно так же, но в меньшем масштабе, бермуды наводнили расплодившиеся английские жабы. Еще большую важность представлял осмысленный ввоз животных. Тем не менее, первой реакцией на австралийское бедствие, устроенное кроликами, стало решение завести на данный континент английских горностаев и куниц, но все равно пришлось ждать эпидемии инфекционного заболевания кроликов миксоматоза. К 1800 году в обеих Америках прижился практически весь зверинец европейских одомашненных животных. Самое главное, удалось развести там крупный рогатый скот и лошадей из Европы. Именно благодаря этим животным коренным образом изменилась жизнь индейцев равнин. Позже, то есть после появления оснащенных холодильниками судов, в крупного экспортера мяса превращается Южная Америка, а Австралазии тоже предстоит стать крупным поставщиком мяса за рубеж, так как англичане занялись там выпасом овец, причем они сами изначально позаимствовали их у жителей Испании. И не будем забывать, европейцы к тому же везли из Африки скот чистой человеческой породы. Как и британцы в Америке, голландцы долгое время воздерживались под поощрение смешения этнических групп. Все-таки в Латинской Америке, Гоа и Португальской Африке межэтническое смешение бросалось в глаза. Совершенно в ином и негативном свете проявилось это смешение в Британской Северной Америке, где число смешанных браков было незначительным, а близким к однозначному. Совпадение цвета кожи с юридически подневольным положением сопровождалось огромным наследством в виде политических, экономических, социальных и культурных поражений в правах на всю жизнь. Очертания будущей политической карты творились крупными группами колониального населения, но одновременно с этим возникали проблемы у правительства. В британских колониях почти всегда существовал некоторый орган представительной власти, служивший отражением английской парламентской традиции и практики, в то время как колониальные власти Франции, Португалии и Испании придерживались откровенной авторитарной и монархической институциональной системы. Носители ни одной из них не видели никакой перспективы независимости для своих колоний или какой-либо потребности в предохранении их интересов перед метрополией, будь то воспринимаемые как первоочередные или второстепенные. В конечном счете при таком отношении было не избежать бед. И к 1763 году по крайней мере в британских североамериканских колониях появились признаки событий, напоминающих борьбу в Англии 17 века между короной и парламентом. И в их борьбе с другими нациями, даже когда правительства формально не находились в состоянии войны с ними, колонисты всегда проявляли живую заботу о своих собственных шкурных интересах. Даже когда голландцы и англичане формально числились союзниками в войне с французами, их матросы и купцы продолжат нападение друг на друга за пределами, так сказать, линии фронта. Проблемы имперского правительства в XVIII веке сосредотачивались, однако, по большому счету, в западном полушарии. Как раз туда отправились их поселенцы. Повсеместно на планете, даже в Индии, в 1800 году торговля все еще значила больше, чем владение, и жителям многих важных областей еще предстояло в полной мере ощутить на себе вмешательство со стороны Европы. Уже в 1789 году в Гуанчжоу за год прибывало всего лишь 21 судно британской Ост-Индской компании. Голландцам разрешили присылать Японию ежегодно по два судна. К Центральной Азии в то время европейцы еще только подбирались по протяженным сухопутным маршрутам, проложенным в эпоху Чингисхана, и русским было ох как далеко до установления надежного контроля над внутренними районами. Африка находилась под защитой неблагоприятного для европейцев климата и опасных заболеваний. Прежде чем европейская гегемония могла стать там действительностью, первопроходцам и исследователям еще предстояло стереть остающиеся белые пятна на карте Африки. В Тихом океане и зоне так называемых Южных морей ситуация развивалась несколько живее. С путешествия Уильяма Дампера из Сомерсета в 1699 году началось исследование до тех пор неизведанного континента Австралазии с нанесением его на географическую карту, хотя для завершения этой работы потребовалось еще целое столетие. На севере к 1730 году удалось доказать существование Берингово пролива. Бугенвиль и Кук в ходе своих плаваний в 1760 и 1770 годах сделали открытие, добавив к новому свету земли Таити, Самоа, Восточной Австралии, Гавайи и Новую Зеландию. Кук даже проник за пределы Южного Полярного Круга. В 1788 году первую партию преступников из 717 человек высадили на побережье Нового Южного Уэльса. Британские судьи послужили повивальными бабками Нового Мира для уголовников, чтобы разгрузить от них старый свет, так как американские колонии теперь уже закрылись для ссылки туда нежелательных в Англии лиц. Так, без особого умысла, случилось основание новой нации. Самое главное заключалось в том, что через несколько лет к ним привезли овец, и они послужили фундаментом для новой отрасли хозяйства, обеспечившей светлое будущее переселенцев из Европы. Одновременно с домашними животными, искателями приключений и никчемными людишками в Южную Тихоокеанскую зону попало Евангелие. В 1797 году первые миссионеры прибыли на Таити. С ними цивилизация европейцев как минимум в зародышевом виде, наконец-то закрепилась во всех пригодных для жизни уголках мира. Глава седьмая Воззрение старое и новое сущность цивилизации которую европейцы вывозили на остальные континенты земного шара лежит в ее воззрениях. Ограничения налагавшиеся ими и возможности ими подразумевавшиеся формировали пути по которым шли носители этой цивилизации ее стиль и способ которым она проявляла себя. Более того при том что в двадцатом веке главным Воззрением нанесли огромный ущерб эти Воззрения сформулированные между тысячапятисотым и тысячавосьмисотым годами все еще служат нам дорожными указателями на пути по которому мы идем сегодня. Для европейской культуры тогда заложили светский фундамент к тому же укрепилось прогрессивное понятие исторического развития как движение к вершине на которой европейцы чувствовали себя стоящими. Наконец как раз тогда упрочилась уверенность в том что научные знания используемые в соответствии с утилитарными критериями способны обеспечить безграничный прогресс. Короче говоря цивилизации средневековья наконец-то пришел конец в головах мыслящих мужчин и женщин. При всем этом человеческая история редко шла путем ясным и понятным и совсем немногие европейцы к 1800 году осознавали данное изменение. На протяжении нескольких столетий наблюдалось совсем мало движения которое подавляющее их большинство понимало и вело себя соответствующим образом. В те времена миллионы европейцев существовали в условиях традиционных атрибутов монархии, наследственного положения в обществе и привычной религии. Всего-то сто лет назад нигде в Европе не существовало никакого института гражданского брака и в девятнадцатом веке подавляющее большинство европейцев о нем не подозревало. приблизительно за двадцать лет до наступления 1800 года в Польше сожгли на костре последнего еретика. И даже в Англии монарх восемнадцатого века, как и средневековые короли, касанием якобы мог излечить любой недуг. В семнадцатом веке в одной или двух сферах действительно наблюдался возврат к прошлому. И в Европе, и в Северной Америке отмечалось повальное увлечение охотой на ведьм, причем приняла она еще большее распространение, чем что-либо в Средневековье. Карл Великой осудил любителей сжигания ведьм, и церковным правом запрещалась вера в ночные полеты и другие предполагаемые выходки ведьм как проявление язычества. С суевериями тоже покончить не получилось. Последнего английского ведуна свели в могилу его же соседи много позже 1700 года, а протестанта швейцарца соотечественники официально казнили за колдовство в 1782 году. Неаполитанский культ Святого Януария в эпоху Французской революции все еще сохранял политическую важность, потому что успешное или неудачное разжижение крови святого, как полагали, указывало на божественное соизволение или гнев относительно того, что делало правительство. Пенология все еще оставалась на варварском уровне. Некоторые преступления считались настолько тяжкими, что те, кто их совершал, заслуживали наказание исключительной жестокости. К ним относятся отца убийства, за которое убийцу Генриха IV французского и несостоявшегося убийцу Людовика XV подвергли нечеловеческим мучениям. Второй умер под пытками в 1757 году или всего лишь за несколько лет до опубликования самого авторитетного труда в пользу уголовной реформы, когда-либо выходившего из-под пера адвоката, свет новизны в XVIII веке может легко ввести нас в заблуждение. В общество, где существовали искусство тончайшего изящества и примеры поразительной галантности и чести, популярностью пользовались такие развлечения, как травля медведя, петушиные бои или отрывание голов у гусей. Если в народной культуре часто наиболее наглядно проступают отголоски прошлого, то практически до окончания данных трех веков и подавляющая часть формального и казенного аппарата была приверженцем прошлого и оставалась нетронутым виде практически по всей Европе. Самым ярким примером для нашего восприятия представляется главенство, которым все еще повсеместно в 18 веке пользовалась организованная религия. В любой стране без различия католической, протестантской или православной даже сторонники церковной реформы считали само собой разумеющейся необходимость покровительства и охраны вероисповедания с помощью права и аппарата принуждения государства. Одни только совсем не многочисленные передовые мыслители подвергли это сомнению. В Европе того времени еще не прижилась даже малейшая терпимость к носителям представлений, расходящихся с воззрениями служителей официальной церкви. Клятвой французского короля, приносившейся им во время обряда коронации, на него возлагалось обязательство по искоренению ереси, и только в 1787 французы, исповедавшие отличную от католицизма веру, получили признание за ними хоть какого-то гражданского положения, а с ним и право на заключение юридического брака, а также регистрацию собственных детей. Цензура в католических странах при всей ее фактической беспомощности все еще предназначалась и иногда предпринимала усилия для предотвращения распространения письменной продукции враждебного христианской вере и авторитету церкви содержания, несмотря на ослабление духа контр-реформации и распуск ордена иезуитов, список запрещенных книг и инквизиция, проводники которые его составили, продолжали функционировать. Университеты повсеместно находились в руках у церковников, даже в Англии колледжи Оксфорда и Кембриджа закрыли для неугомонных раскольников и римских католиков. Религии к тому же по большому счету определяло содержание программы обучения студентов и назначались темы проводившихся ими исследований. Дармативно-правовой тканью европейского общества следует признать на самом деле не предусматривалось стимулирование внедрения новшества. Одна из причин того, почему университеты потеряли свою важность в эти столетия, состояла в том, что им больше не принадлежала монополия на интеллектуальную жизнь Европы. С середины семнадцатого века во многих европейских странах появились, причем зачастую под самым высоким покровительством, академии и ученые сообщества, такие как Английское Королевское научное общество, устав которого утвердили в 1662 году, или Французская Академия наук, учрежденная четыре года спустя. В восемнадцатом веке число таких научных союзов многократно увеличилось. Их распределение шло через небольшие города, а учреждали их в более ограниченных и конкретных целях, таких как поощрение сельского хозяйства. Массовое движение добровольного обобществления бросалось в глаза, хотя наиболее очевидным оно выглядело в Англии и Франции, движение это охватило подавляющее большинство стран Западной Европы. Всевозможных клубов и обществ по интересам, служивших особенностью той эпохи, больше не хватало для исчерпания их потенциала через общественные атрибуты прошлого, иногда на них обращали внимание министры правительства. Основатели некоторых из них никак не претендовали на истину в последней инстанции, что касалось литературной, научной деятельности или сельскохозяйственной сферы, зато они организовывали собрания и предоставляли для них помещения, где обсуждались представления общего характера, велись споры или просто дослужие разговоры. Таким способом они облегчали обращение новых идей. Среди таких ассоциаций заметнее всего выделялось международное братство вольных каменщиков. Оно перекочевало из Англии на континент в 1720-х годах и в течение полувека получило весьма широкое распространение. К 1789 году численность масонов вполне могла превышать четверть миллиона человек. Позже им предстояло стать объектом всевозможной клеветы. Недруги активно распускали мифы об их революционных и подрывных намерениях. Такие мифы выглядят искажением предназначения масонства как сообщества, хотя отдельные масоны на самом деле могли вынашивать такие планы, но в них легко поверить, так как внутри масонских лож, как и на собраниях прочих организаций, содействовали пропаганде и обсуждению новых идей, тем самым внося свой вклад в преодоление косных традиций и правил. Увеличение объема обращения идей и информации, конечно же, происходило совсем не из-за подобных собраний, а за счет распространения печатного слова полиграфическим способом. Одно из коренных преобразований Европы после 1500 года заключалось в повышении грамотности ее населения. Кое-кто назвал это изменение переходом от культуры, ориентированной на изображение, к культуре, сосредоточенной на печатном слове. Чтение и письмо, и особенно чтение, пусть даже распространенное неповсеместно, получили широкое признание, а в некоторых местах превратились в повальное увлечение. Их перестали считать привилегией и сокровенным знанием узкого слоя элиты, лишились одни и загадочности, когда-то связанные исключительно с религиозными обрядами. При оценке данного изменения у нас появляется некоторая возможность для выхода из сферы непознаваемых предметов и перехода в изменение осознаваемых сведений, позволяющих нам так или иначе, при всех больших группах неграмотного населения, все еще существовавших в 1800 году, увидеть Европу к тому времени обществом грамотным, каким оно не было в 1500 году. Наш вывод в таком виде не сильно проясняет положение вещей. Европейцы многого достигли во владении чтением и письмом, то есть частичной ликвидации неграмотности населения. Как бы то ни было, при всех наших сомнениях, население Европы и ее колоний в 1800 году можно считать самым грамотным в мире, поэтому среди европейцев пропорция грамотных людей была выше, чем среди представителей культуры других народов. Итак, мы рассмотрели поворотное историческое изменение. К тому времени Европа далеко продвинулась в эпоху господства печати, которая в конечном счете заменила подавляющему большинству образованных людей живое слово и образы в качестве главных средств приобретения знаний и познания мира. И продлилась эта эпоха печатного слова до тех пор, пока в 20 веке с приходом радио, кино и телевидения не восстановилось господство устного слова и образа. Источники данных для оценки грамотности остаются не совсем надежными до середины 19 века, когда, как оказывается, приблизительно около половины всех европейцев все еще не овладели ни чтением, ни письмом, зато по ним можно предположить, что улучшение ситуации примерно с 1500 года выглядело совокупным, но неравномерным. В этом отношении просматриваются большие отличия между странами в различные периоды истории, а также между городом и деревней, между мужчинами и женщинами и между представителями разных профессий. Тут спорить не приходится, и у нас значительно упрощается задача по формулированию общих утверждений до последнего времени никаких выводов кроме самых неопределенных сделать нельзя, зато конкретные факты наводят на размышления о тенденциях. Первые сведения о попытках просвещения населения, лежащего в основе ликвидации неграмотности, поступают из времен предшествующих изобретению полиграфической печати. Они явно относятся к периоду возрождения и оживления городской жизни между XII и XIII веками, важность которого уже упоминалась выше. Некоторые из самых ранних свидетельств официального назначения учителей и предоставления помещений для образовательных учреждений поступают из итальянских городов, в то время считавшихся пионерами европейской цивилизации. В этих городах через непродолжительное время появилось понимание того, что грамота превратилась в неотъемлемый навык сотрудников определенных служб. Например, мы находим положение о том, что судьи должны уметь читать тексты, и такой факт связан с интересными последствиями для истории древнейших времен. Имевшееся главенство в развитии городов, итальянцы к XVII веку уступили англичанам и голландцам. В их странах в той эпоху существовал высокий уровень урбанизации около 1700 года уровень грамотности населения Англии и Нидерландов считался самым высоким среди европейских стран. Передача первенства этим странам служит свидетельством того, как неравномерно с точки зрения географии распределялась ликвидация неграмотности в Европе. Все же в XVIII веке международным языком издательского дела считался французской и Франция формулировала вдохновляющие идеи для публики. Нет ничего удивительного в том, что уровень грамотности в Англии и Республике Соединенных Провинций был выше, однако число грамотных людей оставалось большим во Франции, где общая численность населения оценивалась гораздо выше. Выдающуюся роль в общей тенденции к повышению грамотности населения следует однозначно присвоить расширению масштабов печатного дела. К 17 веку в Европе появилась категория по-настоящему пользовавшихся популярностью изданий, представленных сказками, повестями о разделенной и безответной любви, календарями и книгами по астрологии, а также жизнеописаниями святых. Существование такого литературного материала служит доказательством большого спроса на него. Печатное дело придало смысл еще и овладению чтением, так как обращение к рукописям связывалось с большими трудностями и отнимало много времени из-за их относительной недоступности для простого народа. Теперь, научившись читать, можно было быстро приобрести технические знания, изложенные типографским способом, и у специалиста появилась возможность не отстать от последних открытий в его ремесле. Еще одной силой требовавшей грамоты считается протестантская реформация. Практически единодушно сами реформаторы говорили о важности обучения верующих к чтению. Не случайно поэтому к XIX веку в Германии и Скандинавии одновременно достигли более высоких уровней грамотности, чем во многих католических странах. В ходе реформации от ее приверженцев потребовалось прочесть Библию, ее оперативно выпустили из печати на местных языках, тем самым удалось эти языки обогатить и упорядочить через распространение и стандартизацию печатного слова. Библиомания, при всех ее очевидных неудачных проявлениях, превратилась в великую просветительную силу. Она послужила одновременно стимулом для чтения и источником интеллектуальной деятельности. В Англии и Германии ее важность в процессе создания общей культуры трудно переоценить, и в каждой стране занялись переводом Библии, ставшей настоящим шедевром. На примере поведения этих реформаторов можно увидеть, что власти по большому счету выступали поборниками просвещения народа. И такое отношение к грамоте совсем не ограничивалось протестантскими странами. В частности, законодатели новаторских монархий в 18 веке активно занимались пропагандой образования, которым в большой мере подразумевалось начальное образование. В этом отношении прославились власти Австрии и Пруссии. По ту сторону Атлантики приверженцы пуританской традиции с самого начала настаивали на обязательном обучении населения общин Новой Англии. В остальных странах задачу просвещения населения отдали на откуп неформальным и свободным от государственного регулирования частным предприятиям и благотворительным обществом, как в Англии, или церкви, как во Франции. С XVI века начинается великая эпоха особых религиозных орденов, предназначение которых заключалось в просвещении народа. Важным следствием, вдохновителем и спутником повышения грамотности европейцев выступал подъем в сфере обращения периодической прессы. Из плакатов и разрозненных печатных информационных бюллетеней эволюционным путем к XVIII столетию появилась такая категория прессы, как журналы периодического выпуска. Они предназначались для удовлетворения потребностей аудитории с самыми разными интересами. Первые газеты появились в Германии XVII века. Первая ежедневная газета вышла в Лондоне в 1702 году, а к середине XVIII века существовала серьезная провинциальная пресса, причем тираж газет составлял несколько миллионов экземпляров в год. Периодические издания и еженедельные журналы стали выходить в Англии с первой половины XVIII века, и самый популярный из них под названием Spectator считался образцом тогдашней журналистики, служившим средством формирования вкусов и манеры поведения его читателей. Здесь стоит отметить появление кое-чего нового. Только в Республике Соединенных Провинций журналистика пользовалась таким же спросом, как в Англии. Вероятно, причина заключается в том, что во всех остальных европейских странах существовала цензура разной степени строгости, а также различался уровень грамотности населения. Научные и литературные журналы издавались все большими тиражами, но политические репортажи и комментарии печатались редко. Даже во Франции в XVIII веке авторы трудов с воплощением передовых предложений обычно распространяли их только в рукописи. В этой цитадели критической мысли все еще свирепствовала цензура, хотя она уже выглядела условной и непредсказуемой. К тому же по мере того, как век приближался к своему завершению, ее эффективность сходила на нет. Вполне возможно, что растущее сознание подрывного потенциала легкодоступной журналистики привело к изменению направления ветра в официальных кругах, поменявших свое отношение к образованию. До наступления XVIII века мало кому приходило в голову, что просвещение и грамотность народа могли представлять опасность для правящей верхушки и что их распространение следует как-то ограничивать, при том, что само существование официальной цензуры всегда считалось признанием потенциальных опасностей, заключавшихся в грамоте, по большому счету эти опасности виделись с религиозной точки зрения. Одной из задач инквизиции ставилось предохранение действия индекса запрещенных книг. Оглядываясь на те времена, кажется, что на фоне повышения возможности, которую грамотность и пресса обеспечивала критикам существовавших тогда порядков и тем, кто ставил под сомнение справедливость власти в целом, подрыв основ религии терялся из виду. Однако их важность всем этим не ограничивалась. Ускорению прочих категорий социальных изменений способствовало распространение технических знаний. Индустриализацию едва ли удалось бы провести без повышения грамотности населения, а явление, названное научно-технической революцией XVII века, следует отнести насчет совокупного эффекта ускоренного и расширенного обращения информации. Фундаментальные источники данной, так сказать, революции, как бы то ни было, связаны не столько с упомянутым эффектом, сколько с изменением направления интеллектуальной деятельности. Их ядро составили новое представление о связи человека с природой. Из естественного мира, внушающего животный страх, как доказательство таинственного промысла Божьего, все больше людей так или иначе делало большой шаг к сознательному поиску средств, оказание на него желательного воздействия. При том, что труды средневековых ученых совсем не были такими примитивными и бесплодными, как когда-то вошло в моду считать, этим ученым не дано было избавиться от двух радикальных ограничений. Одним из них можно назвать то, что они предоставили слишком мало знаний, имеющих практическое применение, и поэтому они не привлекали большого внимания. Вторым считается собственная слабость теоретической проработки. Они отставали от жизни на концептуальном, а также техническом уровне, несмотря на благотворное орошение идеями из арабского мира и трезвый упор, делавшийся на определение и диагностику в некоторых ее отраслях, средневековая наука, с одной стороны, покоилась на предположениях, не подвергавшихся проверке, потому что средствами их проверки не получалось овладеть, и с другой стороны, не существовало самого желания их проверять. Догматические предположения теоретиков, например, о том, что все вещества образовались на основе четырех элементов огня, воздуха, земли и воды, так и остались не опровергнутыми с помощью эксперимента. Хотя экспериментальная работа в некотором роде продолжалась внутри приверженцев традиций алхимиков всех направлений, а с трудами парацельса пришли новые задачи наряду с поиском пути получения золота, те, кто занимался ею, придерживались мифических интуитивных концепций. Средневековая наука оставалась в таком положении по большому счету до XVII века. Ренессанс отличился своими научными проявлениями, но они обычно находили выражения в исследованиях описательного характера. Наглядным примером служит человеческая анатомия Везалия 1543 года в решении практических проблем изобразительного искусства, таких как поиск перспективы и механических ремесел. Одна из отраслей научной работы по описанию и систематизации открытий заслуживает особого внимания. Дело касается осознания новых географических открытий, добытых землепроходцами и специалистами в области космографии. В географии, сказал один французский медик начала шестнадцатого века, и в том, что относится к астрономии, Платон, Аристотель и старые философы добились большого прогресса, а Птолемей добавил к нему свою громадную долю, и все-таки окажись кто-либо из них в нынешнем дне, ему пришлось бы признать, что география изменилась до неузнаваемости. Здесь возникал один из стимулов для нового интеллектуального подхода к миру природы. Только вот этот стимул сработал далеко не сразу. На самом деле в 1600 году совсем тонкая прослойка образованных людей с большими оговорками воспринимала традиционную картину мира, основанную на великом средневековом синтезе предположений Аристотеля и догматов Библии. Кое-кто из них видел в этой картине недостаток последовательности, ускользающие опоры и тревожную неопределенность. Но для подавляющего большинства тех, кто вообще задумывался об этом деле, старая картина мира оставалась правильной. Центром Вселенной служила Земля, и жизнь на ней сосредоточивалась вокруг человека, как ее единственного мыслящего обитателя. Величайшим интеллектуальным достижением следующего столетия должен был стать отказ образованного человека от таких представлений. Важность этого считалась такой большой, что смена мировоззрения рассматривалась основным показателем перехода в современный мир из мира средневекового. В начале 17 века кое-что новое в науке становится уже очевидным. Появившиеся тогда изменения означали, что интеллектуальный барьер удалось преодолеть, и природа цивилизации изменилась бесповоротно. В Европе появилось новое, глубоко утилитарное отношение к науке, когда люди стали уделять время, тратить свою энергию и ресурсы на владение природой через системный эксперимент. Когда наступила следующая эпоха и появилась возможность оглянуться на носителей предыдущего отношения к науке, там оказался выдающийся ученый Фрэнсис Бэкон, когда-то служивший лорд-канцлером Англии, человек выдающихся интеллектуальных способностей, отличавшийся многими несимпатичными чертами характера. Его работы явно произвели слабое, если вообще произвели впечатление на современников, но они привлекли пристальное внимание потомков тем, что в них оказался пророческий отказ от авторитета прошлого. Бэкон выступал за изучение природы, с опорой на наблюдение и умозаключение, с направлением на использование ее в интересах человека. «Истинная и закономерная задача науки», писал он, «заключается в обогащении жизни человека новыми открытиями и способностями». С их помощью можно достичь возвращения и восстановления в огромной степени владычества и авторитета человека, которыми он пользовался на первой стадии его сотворения. Такое высказывание звучало на самом деле честолюбиво, как ничто иное, как прощение всего человечества, наказанного после изгнания Адама из рая. Но Фрэнсис Бэкон ничуть не сомневался в такой возможности при условии толковой организации научных исследований. В этом к тому же он выступил пророком, предсказавшим появление в будущем научных обществ и учреждений. Новаторство Бэкона позже подверглось большому преувеличению, причем другим его современникам, таким как Иоганн Кеплер и Галилео Галилей, тоже принадлежало веское слово в прогрессе науки. Да и его преемники не очень-то следовали предписанной им программе практического открытия новых ремесел, даров и товаров для улучшения жизни человека, то есть не поставили науку на службу техники. Как бы то ни было, ему совершенно справедливо присвоили нечто похожее на положение мифологического персонажа истории, так как он дошел до сути дела, когда рекомендовал заниматься наблюдением и экспериментами вместо отказа от априорных принципов. Уместно напомнить о том, что его даже причислили к мученикам науки, ведь он как-то простудился, когда морозным мартовским днем обкладывал домашнюю птицу снегом ради выяснения процесса замораживания свежей плоти. Спустя сорок лет его основополагающие идеи приводились постоянно в беседах на научные темы. «Управление нашей громадной махиной мира», сказал один английский ученый в 1660-х годах «могут объяснить только философы, специализирующиеся на экспериментальных и механических исследованиях». В этом высказывании прозвучали идеи, понятные Фрэнсису Бэкону и одобренные им, то есть те, что считаются главными в мире, которые мы все еще населяем. Начиная с 17 века, особенность ученого заключалась в том, что на вопросы он отвечает посредством эксперимента и на протяжении длительного времени следовало предпринимать новые попытки осознания того, что обнаружилось в результате этих экспериментов через построение систем. Поначалу все сводилось к сосредоточению внимания исследователей на физических явлениях, которые можно было проще всего наблюдать и измерять с помощью имевшихся тогда в их распоряжении технических приемов. Технические инновации выросли из медленного, растянувшегося на века процесса приобретения европейскими рабочими нужных навыков. Эти навыки теперь можно было применить на решении проблем, которые, в свою очередь, позволят решать уже иные, интеллектуальные проблемы. С изобретением логарифмов и математического анализа появился инструментарий для совершенствования, например, механизма часов и оптических инструментов. Когда ремесло часовых дел мастера продвинулось далеко вперед, с внедрением в 17 веке маятника как регулирующего агрегата, значительно облегчилось измерение времени с помощью точных инструментов и, как следствие, занятия астрономии. С телескопом пришли новые возможности для тщательного исследования небесного свода. Уильям Харви обнаружил обращение крови в результате теоретического исследования с помощью эксперимента, но, как осуществляется это обращение, удалось выяснить, когда под микроскопом получилось рассмотреть крошечные сосуды, по которым текла кровь. Наблюдения с помощью телескопа и микроскопа не только сыграли главную роль в открытиях научно-технической революции, а еще позволили мирянам разглядеть нечто подразумевавшееся новым взглядом на мир. Надо признать, что длительное время европейцы не могли провести разграничения между человеком-ученым и философом, которое мы, нынешние люди, признаем. К тому же появился на свет новый мир ученых в форме по-настоящему научного сообщества, причем международного масштаба. Здесь мы опять возвращаемся к обсуждению печатного дела. Никто не спорит с важностью оперативного распространения новых знаний. Издание научных книг служило далеко не единственной его формой, вышли в свет философские труды королевского общества и начали издавать все больше научных статей и протоколов заседаний прочих ученых обществ. Ученые к тому же вели объемную личную переписку друг с другом и материалы, содержащиеся в ней, представляют собой наиболее ценное свидетельство того, каким путем фактически происходила тогда научно-техническая революция. Часть тогдашней переписки ученых позже опубликовали. Она представлялась более понятной простым людям и пользовалась большей популярностью, чем переписка нынешних ведущих ученых. Одна особенность той научно-технической революции, бросающаяся в глаза современного человека, состоит в том, что важная роль в ней принадлежала дилетантам и внештатным энтузиастам. Появилось такое предположение, что одним из важнейших факторов, приводимых в качестве объяснения прогресса науки в Европе, тогда как застой поразил даже Китай с его выдающимися достижениями в технической сфере, стала связь его в Европе с общественным престижем как раз дилетанта и джентльмена. В составе ученых обществ, которые начали все шире появляться около середины столетия, насчитывалось множество джентльменствующих дилетантов, которых при всем напряжении и воображении нельзя было назвать профессиональными учеными, зато они придавали этим учреждениям не поддающейся определению, но заметный вес своим положением и респектабельностью, причем не факт, что они когда-либо пачкали руки экспериментальной работой. К 1700 году уже существовала специализация между крупнейшими отличными друг от друга отраслями науки, хотя она не достигла такой важности, какую ей еще предстояло приобрести. Не требовала наука тех дней полной отдачи и постоянного труда. Ученые все еще могли делать крупные открытия через свои исследования, одновременно занимаясь написанием книг по богословию или не покидая административный пост, тем самым предлагались некоторые ограничения для научно-технической революции 17 века. К тому же не позволялось преодоление ограничений, связанных с доступными техническими приемами, из-за чего наряду с большими достижениями в одних областях появилась такая тенденция, что не доходили руки до других сфер, в химии, например, особых успехов не наблюдалось. Хотя немногие все еще придерживались аристотелевской концепции четырех элементов, которая в 1600 году все еще доминировала во взглядах на состав материи, зато физики с космологами шли вперед стремительными шагами и действительно пришли к некоторому теоретическому единству, которое укреплялось без зрелищных прорывов на протяжении длительного периода XIX века, когда появились новые теоретические подходы, снова оживившие эволюцию в этих сферах. В целом, XVII век стал богатым на научные достижения отрезком истории человечества. Прежде всего, произошла смена прежней теории Вселенной, согласно которой все явления рассматривались в качестве плода непосредственной зачастую непредсказуемой игры божественного промысла в соответствии с представлением о нем как механизме, в котором изменение регулярно проистекало из единообразного и универсального функционирования законов движения. Такие представления во многом походили на прежнюю веру в Бога. Его величие могло уже не проявляться в ежедневном прямом вмешательстве, так как он уже сотворил необходимый вселенский механизм. Самым популярным считается сравнение Творца с гениальным часовщиком. Типичный знаток науки, как и весь ученый мир XVII века, оставался преданным поборником религии и поддерживал дело теологов, при всей безусловной важности того, что через появление новых представлений в астрономии человек больше не считался центром мироздания, и появились сомнения в его уникальности. В 1686 году появилась книга, автор которой высказал предположение о существовании во Вселенной множества обитаемых миров. Это обстоятельство не произвело особого впечатления на тех, кто занимался революцией в области космологии. Они видели всего лишь досадное недоразумение в том, что церковники никак не избавятся от суждения, что солнце вращается вокруг земли. Новыми взглядами, которые они выдвигают, как раз подтверждалось просто величие и таинственность деяний творца. Космологи 17 века нисколько не сомневались в одобрении добытых ими знаний церковью точно так же, как получило церковное одобрение предположения Аристотеля во времена Средневековья. Задолго до того, как немецкий философ Эммануил Кант в конце 18 века произнес словосочетание «Коперникова революция» свиток признанных создателей новой космологии уже открывался именем польского священнослужителя Николая Коперника, книга которого под названием «О вращении небесных сфер» увидела свет в 1543 году. В том же самом году вышел великий труд Андреаса Везалия по анатомии. И обратите внимание, первое издание трудов Архимеда. Николай Коперник, числится гуманистом, а не ученым эпохи Возрождения, что неудивительно, если вспомнить, в какое время ему выположить. Занимавшийся философией и эстетикой Коперник, пришел к мысли о том, что планеты во Вселенной обращаются вокруг Солнца, а также объяснил такое их движение системой циклов и эпициклов. Его предположение можно назвать блистательной догадкой, ведь он не располагал средствами проверки своей гипотезы, зато практически все аргументы здравого смысла служили его категорическим опровержением. Первую достоверную научную информацию в поддержку гелиоцентрической теории мироздания фактически предоставил человек с нею несогласный датчанин Тихо Браге. Тихо Браге начал с помощью примитивных инструментов делать заметки наблюдений движения планет, а затем благодаря щедрому королю перешел на работу в обсерваторию, оснащенную совершеннейшим по тем временам оборудованием. В результате он собрал первую системную совокупность астрономических данных, остававшихся в пределах орбиты западной традиции, существовавшей с Александрийской эпохи. Иоганн Кеплер, считающийся первым великим протестантским ученым, приглашенным Тихо Браге в качестве ассистента, продолжил заниматься еще более тщательными собственными наблюдениями, и ему принадлежит второй важный теоретический шаг вперед. Он показал, что движение планет можно объяснить как регулярное явление, если только они перемещаются по эллиптической орбите с неравномерной скоростью. Таким манером, наконец-то, удалось покончить с Птолемеевой системой мира, в пределах которой космология становилась все теснее, и заложить основание подпланетарное объяснение мироздания, просуществовавшее до XX века. После Кеплера наступило время Галилео Галилея, сразу же ухватившегося за телескоп, предположительно изобретенный около 1600 года, как говорят, совершенно случайно. Галилео Галилей числился академиком и служил профессором в университете города Падуя по двум предметам, типично связанным на заре науки физики и военно-инженерному делу. С помощью своего телескопа он в конечном счете опроверг теорию Аристотеля. Все увидели достоинство Коперниковой астрономии и последующие два столетия к звездам применяли то, что было известно о природе планет. Однако главная заслуга Галилео Галилея заключается не в его открытиях через наблюдение неба, а в разработке собственной теории и ее соединении с технической практикой. Первым делом он описал физические принципы, лежащие в основе Коперниковой теории Вселенной через математический расчет траектории движения небесных тел. Своим трудом он вывел механику из мира секретов производства ремесленника и сделал ее наукой. Более того, Галилео пришел к своим умозаключениям в результате проведения систематических экспериментов. На их основе образовались статика и динамика, которые Галилео назвал двумя новыми науками. Изданные результаты составили целый том Галилео Галилея, в котором можно найти первое заявление о революции в научном мышлении под названием «Диалог о двух системах мира», то есть Птолемея и Коперника 1632 года. Менее замечательным, чем его содержание, но все еще интересным фактом, следует счесть то, что данный труд составлен не на латинском, а просторечном итальянском языке и посвящен папе римскому. Галилео Галилей несомненно принадлежал к добропорядочным католикам. Все же эта книга совершенно справедливо наделала много шума, так как ее выход в свет означал конец христианско-аристотелевского мировоззрения, считавшегося великим культурным триумфом средневековой церкви, Галилео предстал перед судом инквизиции. Его признали виновным в ересе, и он отрекся от своей теории, но популярность его книга после этого не потеряла. С тех пор верховенство в научном мышлении принадлежало Копернику и гелиоцентрическим воззрениям. В 1642 году, когда умер Галилео Галилей, родился Исаак Ньютон. К его достижениям относится объяснение с точки зрения физики Коперниковой Вселенной. Он показал, что высказывания Кеплера и Галилея подтверждаются одними и теми же законами механики, и наконец-то свел воедино знания о Земле и звездах. Он применил новые математические методы под названием метод флюксии, или, как позже его назвали, дифференциальное и интегральное исчисление. Их изобретение Ньютону не принадлежит. Он применил их к физическим явлениям, и они послужили вычислению положения тел в их движении. Свои умозаключения он изложил при освещении теории движения планет, вошедшей в книгу, которая оказалась самым важным и авторитетным научным трудом после труда Евклида. В началах, как для краткости называют его труд, или математические начала натуральной философии, показано, как гравитация сохраняет физическую вселенную. Общие культурные последствия данного открытия сопоставимы с последствиями для всей науки. Нам нечем измерить эти последствия, но они могут оказаться гораздо глубже. Тот факт, что одним единственным законом, открытым наблюдением и вычислением можно объяснить настолько многое, стало поразительным откровением той мощи, которая принадлежит новому научному мышлению. Высказывания Папы Римского приводились в избытки, но в следующем его высказывании точнее всего оценивается воздействие трудов Ньютона на европейские умы. Природа и законы природы скрываются в потемках. Бог сказал «Пусть будет Ньютон» и все осветилось. Исаак Ньютон таким образом в свое время вместе с Фрэнсисом Бэконом стал вторым из канонизированных праведников нового учения. В случае с Ньютоном такое утверждение никак не выглядит преувеличением. Этого человека отличали практически универсальные научные интересы и, как говорится, он обогатил все, к чему прикоснулся. Только вот далекому от науки человеку в полной мере осознать значение трудов Ньютона не дано. Одно очевидно для всех. Он завершил революцию, начатую Коперником. Динамическая концепция Вселенной пришла на смену статической. Величие его достижения оказалось достаточным, чтобы определить развитие физики как науки на предстоявшие парочку столетий и привязать все остальные науки к новой космологии. Ньютон со своими предшественниками никак не ожидал, что его достижения послужат предвестником непримиримого конфликта науки и религии. Понятно, что Ньютону явно доставляло удовольствие наблюдать то, как законам тяготения не совсем подтверждается представление о вселенной, как некой саморегулирующейся системе, автономной с момента сотворения. Если ее сравнивать с простыми часами, тогда их создателю пришлось бы сделать нечто большее, чем изобрести их, собрать, завести и отойти в сторону. Он даже обрадовался появлению логического провала, который мог бы перекрыть постулатом божественного вмешательства, ведь он оставался страстным апологетом протестантской веры. Как бы то ни было, церковники, особенно католические, с большим трудом мирились с положениями новой науки. Важный вклад в науку во времена Средневековья сделали священнослужители, но с 17 до середины 19 века они выполнили совсем немного перворазрядных научных разработок. Понятно, что активнее научной деятельности принимали участие церковники в странах, которые контрреформация обошла стороной, а там, где она одержала победу, наступил полный застой. Как раз в 17 веке произошел раскол между живой религией и наукой, который с тех пор преследовал европейскую историю интеллектуальной деятельности, независимо от всех усилий, время от времени прилагавшихся для его предотвращения. Символический случай касается судилища над неаполитанцем Джордано Бруно. Он был не ученым, а перекупщиком, прежде служившим доминиканским монахом, порвавшим со своим орденом. Бруно бродил по Европе, где издавал спорные труды, занимался магической таинственной наукой, происхождением предположительно из древнего Египта. В конечном счете он попал в лапы инквизиции, и после длившегося восемь лет расследования в 1600 году в Риме его сожгли на костре за проповедь ереси. Его казнь служит обоснованием более поздней исторической мифологии, посвященной появлению так называемой свободной мысли, борьбе между сторонниками прогресса и служителями религии в той форме, как ее стали видеть потомки. В семнадцатом веке тогдашние ученые и философы такого противопоставления практически не замечали. Ньютон, считавшийся плодовитым писателем на библейские и теологические темы, и полагавший, что его труд над пророческими книгами точно так же безупречен, как принципия, принципы математики, явно считал, что Моисей владел гелиоцентрической теорией и рекомендовал своим читателям остерегаться философии тщетного обмана и сопротивления науки, притворно называемой таковой, и обращаться за истиной к Ветхому Завету. Изобретатель логарифмов Джон Неппер с радостью обнаружил новый инструмент, с применением которого поддавались расшифровке таинственные ссылки в книге Откровения на так называемое число зверя. Французский философ Рене Декарт сформулировал то, что он счел достойными философскими аргументами защиту религиозной веры и христианской истины, совместимых с технически скептическим подходом к его предмету. Такое открытие не спасло его и его философскую школу, названную в честь основателя картезианской, от враждебного отношения со стороны церкви. Записные апологеты религиозной веры правильно разглядели угрозу для себя. На кону стояли не просто умозаключения, к которым пришли ученые люди, а путь, которым они к нему подошли. Рационально обоснованная приемлемость религиозной веры, начавшаяся с принципов сомнения и продемонстрировавшая, что их можно успешно преодолеть, совсем не устраивала церковников, утверждавших, что истину провозглашает власть. Церковники продемонстрировали большую логику в том, что отвергли как несовместимую собственную набожность Декарта с христианством и совершенно правомерно, даже с его собственной точки зрения, внесли все его работы в индекс запрещенных книг. Такой аргумент власти перенял французский протестантский священнослужитель конца XVII века Пьер Бейль, указавший на его неполноценность. Что власть может предписывать власти? В конце концов, все казалось делом вкуса. Любую догму традиционного христианства, решил он, можно опровергнуть исключительно в силу естественного резона. Такими вот идеями провозглашалась новая фаза в истории европейской мысли. Ее назвали эпохой просвещения. Это слово и сходные по смыслу слова в XVIII веке использовались в большинстве европейских языков для обозначения того, что люди считали отличавшими их собственную интеллектуальную эпоху и что отделяло их от происходившего в прошлом. Ключевой образ выглядел так, что проливался свет на то, что пребывало в темноте. Но когда немецкий философ Эммануил Кант задал вопрос, что такое просвещение в своем знаменитом очерке, он дал совсем другой ответ. Освобождение от взятой на себя опеки. Стержнем просвещения служило развенчание авторитетов. Великим наследием, оставленным эпохой просвещения, считается обобщение критического отношения ко всему на свете. В конечном счете все требовалось подвергать сомнению. Некоторые чувствовали, и по большому счету они оказались правы, приземленность всего сущего. Но отсутствие святынь представлялось несколько обманчивым. В эпоху просвещения появились собственные авторитеты и догмы. Исследованием самой критической позиции долгое время никто не занимался. Кроме того, просвещение тоже представляло собой увязку отношений на основе разнообразных идей. И тут тоже прячется еще одна сложность в примирении с ним. В него влились многочисленные потоки. Но ни в коем случае все они не потекли в одном русле. Корни просвещения перепутались. Развитие всегда напоминало продолжающиеся дебаты. Иногда гражданскую войну настолько много предположений разделяли соперники, то есть движение объединенной армии просвещенных деятелей не наблюдалось. Декарт утверждал, что началом твердого знания являются систематические сомнения. Спустя пятьдесят лет английский философ Джон Лок предоставил доклад по психологии знания, в котором он свел его основные компоненты к впечатлениям, передаваемым органами чувств рассудку. Он опроверг Декарта в том, что идеи даются человеческой натуре от рождения. Человеческое сознание содержит одни только ощущения и связи, установленные между ними. Тем самым подразумевалось, что человечество не располагало сверхценными понятиями о добре и зле. Нравственные ценности, проповедовал Лок, возникли, когда рассудок испытал боль и удовольствие. Для подобных идей впереди простиралось огромное будущее. От них должны произойти теории народного образования, долго общества по регулированию материальных условий жизни народа и многие другие, производные от энвайронментализма, движения в защиту окружающей среды. Они, к тому же, опирались на богатейшее прошлое. Вспомним, например, дуализм Декарта и Локка, нашедший выражение в их разделении души и тела в человеке, Бога и мира, уходящий корнями в платоновскую и христианскую метафизику, но самым поразительным на тот момент представляется то, что свои идеи Локк все еще мог связывать с традиционной структурой христианской веры. Такого рода неувязки сопровождали всю эпоху просвещения, но ее общая тенденция просматривается ясно. Невиданное повышение престижа науки тоже зримо обещало, что путь к знанию лежит через слежение за ощущениями, причем к знанию, ценность которого подтверждалась практической полезностью. Она позволяла совершенствование самого мира, в котором обитал человек. С помощью ее технических приемов можно было раскрыть тайны природы и разглядеть их логические рациональные основы, покоящиеся на законах физики и химии. Все это долгое время служило кредо для оптимистов, слово оптимист вошло в словарь французского языка в 17 веке. Мир становился все совершеннее и ее совершенствование продолжится. В 1600 году жизнь в Европе коренным образом изменилась. Затем поклонение времен Ренессанса перед классическим прошлым смешалось с всплесками войны, а не оставлявшее никогда религиозных людей подспудное ощущение близкого конца света поспособствовало появлению пессимистических настроений и чувство падения с высот великого прошлого. В ходе широчайших литературных дебатов по поводу того, превзошли ли достижения древних мыслителей деяния современных ученых, писатели конца 17 века сформулировали понятие прогресса, ставшего творением просвещения. В этом же состояла кредо людей, не обладавших знаниями в каких-либо областях. В XVIII веке образованный человек вполне мог свести воедино, достойным образом, по крайней мере, для самого себя, логику и результаты нескольких различных исследований. Вольтер прославился как поэт и драматург, но, к тому же, писал пространные труды по истории. Какое-то время он служил историографом французской монархии и объяснял физику Ньютона своим соотечественникам. Адам Смит обрел известность как теоретик этики и только потом поразил весь мир своим трудом исследования о природе и причинах богатства народов, которые со всеми основаниями можно отнести к произведениям, положенным в основании современной экономической науки. Такого рода эклектики научных воззрений религии тоже нашлось свое место. Но, как выразился Эдвард Гиббон, в современные времена скрытый и даже подспутный скептицизм сопровождает самое благое намерение в так называемых просвещенных воззрениях, вроде бы не оставалось места для чего-то неземного и богословского. Дело даже не просто в том, что ученые европейцев больше не чувствовали развершиваться перед ними ада. В мире все меньше оставалось непостижимого, к тому же он уже не обещал прежних трагедий. Все больше бед представлялось несвязанными с бытием, а рукотворными. Неизбежные проблемы, понятное дело, могли возникать в силу ужасных стихийных бедствий, таких как землетрясение, но если существовала возможность избавления практически от всех недугов, и если, как выразился один мыслитель, предназначение человека заключается в обретении счастья и предотвращении страданий, что тогда значили догматы спасения и проклятия? Бога можно было еще как-то включить в описание философам Вселенной в качестве первооснователя, который дал начало существованию всего сущего и великого мастерового предписавшего правила функционирования всего, чем он занимался, а существовало ли место для его последующего вмешательства в дела Вселенной, либо непосредственным образом через воплощение инкарнацию, либо опосредованно через его церковь и причастие, раздаваемое ею? Просвещение неминуемо несло в себе мятеж против церкви, выступавшей в качестве высшего претендента на интеллектуальный и моральный авторитет. Как раз здесь кроется фундаментальное противоречие. Отрицание авторитетов думающими людьми 17 и 18 веков только в редких случаях выглядело полным в том смысле, что они искали новых авторитетов и обнаруживали их в том, что считалось учениями науки и рассудка. Однако, чем дальше, тем активнее и решительнее эти люди отрицали авторитет прошлого. Точно так же, как буквальный аргумент по поводу древней и современной культуры служил подрыву авторитета канонического учения, протестантская реформация обрушила авторитет католической церкви, служившей еще одним столпом традиционной европейской культуры, когда протестантские реформаторы заменили старого священника новым пресвитером или Ветхим Заветом, им все равно не удалось обойтись без подрыва религиозного авторитета. Чем они занялись, а деятелям просвещения предстояло продолжить начатое ими дело. Такие последствия проявились не сразу, а только через некоторое время. Как бы оперативно и оправданно церковники не сформулировали свои предчувствия недоброго, особенности передовой мысли в XVIII веке обычно проявлялись в весьма прикладных и будничных рекомендациях, за которыми в какой-то мере скрывались тогдашние их тенденции. Эти тенденции, вероятно, лучше всего суммировать с точки зрения фундаментальных верований, лежащих в их основе и одновременно происходивших из них. В основании всех остальных тенденций лежала новая уверенность во власти рассудка. Именно поэтому просвещенный народ так восхищался Фрэнсисом Беконом, разделившим с ним такую уверенность. Однако даже творческим гигантам Ренессанса не дано было передать европейцам того убеждения в мощи интеллекта, как это удалось мыслителям восемнадцатого столетия. На этом убеждении произрастала вера в возможность практически безграничного совершенствования мира людей. Многие мыслители той эпохи были оптимистами, которые видели в нем вершину истории. Совершенно определенно они рассчитывали на лучшую судьбу человечества с помощью приспособления к его нуждам природы и раскрытию перед человеком истин, вписанных в его душу разумом. Врожденное понятие, выскочившее через парадные двери, возвращались черным ходом. Оптимизм оправдывался только через понимание необходимости преодоления значительных практических препятствий. Первым из этих препятствий считалось простое невежество. Предположим, что знание конечных целей представлялось делом недостижимым, и наукой такой вывод подтверждался с каждым новым открытием сложности природы в целом, но просвещенных людей волновало совсем не своего рода невежество народа. Они имели представление о повседневном уровне опыта и верили в возможность преодоления невежества. Те, кто занимался буквальным внедрением просвещения в жизнь, преследовали именно эту цель. В своей великой энциклопедии Дени Дедро и Жан Лерон Даламбер собрали информацию и конгрегацию по вопросам миссионерства, занявшую 21 том, изданный между 1751 и 1765 годами. В ряде статей этой энциклопедии указывалось, что еще одним великим препятствием на пути просвещения стоит нетерпимость, особенно когда такое препятствие оказывается на пути свободы обращения информации и слова. Данная энциклопедия, как заявил один из ее авторов, задумывалась, как так сказать боевая машина, предназначенная для изменения мышления людей, а также для снабжения их достоверной информацией. Очередным препятствием на пути счастья называлась узость интересов паствы. Ценностями просвещения провозглашались ценности всего цивилизованного общества. Их считали всеобщими. Никогда кроме разве что средневековья европейская интеллектуальная элита не была более свободной от национальных предрассудков или в такой степени находила общий язык. Ее космополитизм усиливался знанием других обществ, которым просвещение возбуждало необыкновенный интерес. В известной мере он появлялся из живой любознательности. Авторы путевых заметок и докладов об открытии новых земель обращали внимание публики на незнакомые ей идеи и атрибуты других культур, тем самым пробуждая интерес к общественному и национальному разнообразию. Они обеспечили новые основания для критических размышлений. Взгляды на гуманизм и просвещение в Китае особенно захватили воображение европейцев XVIII века. По этому факту можно предположить, насколько поверхностным было их знакомство с реалиями этой страны. Существовало такое мнение, что как только удастся избавиться от невежества, нетерпимости и узости интересов, то тут же беспрепятственное функционирование законов природы, открытых по умыслу, послужит переменом в обществе на благо каждого его члена, за исключением тех, кто повенчан с прошлым своей слепотой и пользуется неоправданными привилегиями. Своим сатирическим романом под названием «Персидские письма» Ее автор, французский правовед и философ Шар-Луи де Монтескью, заложил традицию, последователи которой строили предположение о том, что атрибуты существующих обществ, в его случае законы Франции, можно усовершенствовать через приближение их к законам природы. При формулировании такого рода программы деятели просвещения назначали себя жречеством нового общественного уклада. В их видении своей роли как критиков и реформаторов впервые появился социальный идеал, сопровождающий нас до сих пор, идеал интеллектуала. Моралисты, философы, грамотеи, ученые к тому времени уже существовали. Их отличительной особенностью считалось владение своей профессией в совершенстве. Итак, деятели эпохи просвещения изобрели идеал общего разборчивого склада ума. В результате, как никогда раньше четко, они определили признаки обособленного, рационального, слитного и всеобщего критицизма, то есть современного аристократа духа. Слово интеллектуал в восемнадцатом веке широкого применения не нашло. Людей данной категории тогда хватало, но их называли просто философами. Так произошло приспособление и расширение значения уже знакомого слова. Оно стало означать не человека, занимающегося целенаправленно размышлениями над философскими проблемами, а индивида, проявляющего склонность к восприятию самых широких взглядов и занимающего критическую позицию по любому поводу. Данному слову придавали некий нравственный и оценочный оттенок, по привычке выделявшийся врагами, а также друзьями, чтобы к тому же указать на рвение, проявляемое так называемыми философами, в деле пропаганды истины, обнаруженной через судьбоносное озарение среди широкой и непросвещенной общественности. Изначально появилась группа французских писателей, в скором времени сплотившаяся, невзирая на все индивидуальные разногласия, и они назвали себя философами. Их численность и широкая известность однозначно позволяют считать Францию локомотивом передовой мысли центрального периода эпохи европейского просвещения. В остальных странах не только не появилось такого многочисленного отряда настолько видных деятелей в пределах данной традиции, но и тех, кто появился, не удостоили заслуженного престижа и славы. Все-таки верховными божествами раннего просвещения считались англичане Ньютон и Локк. К тому же с полным на то основанием философам, выразившим предельное развитие идеалов и методов просвещения, следует назвать Еремию Бентама, а величайшим памятником историографии данного периода стал труд Гиббона. Дальше на севере, в Шотландии, на XVIII век приходится великий культурный расцвет, когда появляется один из наиболее занятных, а также проницательных философов-эмпириков эпохи просвещения Дэвид Юм, соединивший в себе крайний интеллектуальный скептицизм с доброй натурой и социальным консерватизмом, и Адам Смит, ставший автором одной из величайших, несущих созидательный заряд книг новейших времен. Среди католических, без учета Франции и стран, самой плодотворной по своему вкладу в дело просвещения, была Италия, причем вразрез с преобладанием в ней римско-католической церкви. Эпоха итальянского просвещения заслуживает упоминания хотя бы в благодарность за появление в истории человечества одного только Чезаре Бекария, то есть автора книги, обосновавшего реформу в области уголовного права и подвергшего критике пенологию, а также подарившего нам один из популярнейших лозунгов в истории «Наибольшее счастье наибольшего числа людей». Эпоха немецкого просвещения разворачивалась медленнее и дала меньше деятелей, получившихся общее признание, возможно, в силу языкового барьера, зато у немцев подарили миру мыслителя Канта, который, даже если он сознательно стремился выйти за рамки своей эпохи, тем не менее в своих нравственных рекомендациях воплотил многое из того, что отстаивалось этим просвещением. Одна только Испания заметно отставала от остальной Европы. Такое впечатление вполне оправдано даже с оговоркой по поводу трудов одного или двух ее просвещенных государственных деятелей. В испанских университетах восемнадцатого века все еще отвергали учения Исаака Ньютона. При всей важности для европейской истории цивилизации трудов мыслителей остальных стран труды французов произвели на современников самое мощное впечатление. Причин для этого можно привести великое множество. Одна из них лежала в самом очаровании этой державы. Стойкий престиж достался Франции при Людовике XIV. Вторая причина заключалась в мощнейшем инструменте распространения французской культуры, которым служил французский язык. В восемнадцатом веке он в одинаковой степени считался языком межнационального общения интеллектуалов Европы и приверженцев последней моды. Мария Терезия и ее дети использовали его в своей семейной переписке и Фридрих Второй писал на нем стихи весьма скверные. Европейская публика гонялась за всеми книгами написанными на французском языке и можно предположить, что популярность этого языка практически сдерживала культурный рост языка немецкого. Владение общим языком делало возможным распространение новых представлений, их обсуждения и критические замечания по их поводу. Однако все достижения в сфере практической реформы на текущий момент по большому счету зависели от конкретных политических обстоятельств. Кое-кто из европейских государственных деятелей попытался внедрить просветительские идеи в жизнь только в силу совпадения интересов государств с целями философов. Это выглядело особенно очевидным, когда сторонники просвещенного самодержавия натолкнулись на сопротивление со стороны носителей личных интересов и консерватизма. Такого рода конфликты со всей наглядностью проявились в навязывании образовательной реформы за счет церкви на территории доминионов Габсбургов или в нападках Вольтера, сформулированных с записки одному из королевских министров на парламент Парижа, когда его депутаты встали на пути бюджетных новаций. Некоторые правители, такие как русская Екатерина Великая, нарочито выставляли на показ влияние идей просвещения на собственное законодательство. Можно сказать, что идеи эти сыграли не только утилитарную роль в проведении реформы, направленной против церкви, но имели огромное значение в области образования и экономики. Во Франции, по крайней мере, хозяйственные рекомендации просвещенных мыслителей оставили свою отметину на системе управления. С особой силой внимание философов привлекалось к решению вопросов религии. Религия и религиозное учение все еще, конечно же, оставались неотделимыми буквально от всех сторон жизни Европы. Дело даже не в том, что церковники претендовали на чрезмерную власть, ведь к тому же они казались буквально вездесущими со своими громадными ведомственными интересами одновременно в общественной и хозяйственной сфере. Религия в известной мере пронизывала все аспекты жизни общества, на которые могли обратить внимание реформаторы. Взять хотя бы то, что на пути судебной реформы стояли обвинения в оскорблении святынь или нарушении привилегий церковников, неотъемлемые права церквей на землю становились препятствием для совершенствования хозяйства, монополия клириков на образование обременяла подготовку управленцев, догма не позволяла равного обращения с лояльными и ценными подданными, и получается так, что, в частности, римско-католическая церковь всегда становилась врагом всего нового и прогрессивного. Но в этом заключалось далеко не все, что вызывало нападки со стороны философов. Религия, считали они, совсем не исключала возможности уголовных преступлений. Одним из последних громких скандалов эпохи гонений за веру стала казнь одного протестанта в Тулузе в 1762 по обвинению в соблазнении католиков мракобесием. За это преступление его подвергли пыткам, суду и казни. Вольтер сделал из этого случая знаменитое дело. Как он не старался, ему не удалось изменить закон, но при всей жестокости чувств, продолжавших разделять католиков и протестантов Южной Франции, все-таки удалось прекратить такое узаконенное убийство, и они больше там не повторялись. Однако во Франции не было даже минимальной юридической терпимости к протестантам вплоть до 1787 года, а на евреев она так и не распространилась. К тому времени Иосиф II уже внедрил религиозную терпимость на своих католических территориях. Только по этому факту можно судить о важных пределах практического успеха просвещения. При всей его революционной мощи просвещению оставалось развиваться в рамках все еще сугубо карательной правовой и нравственной структуры старомодной системы. Ее отношения с деспотизмом выглядели неоднозначно. Можно было бороться против введения цензуры или практики религиозной нетерпимости в условиях теократической монархии, но при этом успех самих прогрессивных реформ зависел от той же деспотической власти. Одновременно следует помнить, что побуждениями к совершенствованию нашей жизни служили не одни только идеи просвещения, атрибуты английского общества вызывавшие восхищение у Вольтера появились совсем не в силу просвещения. Из-за многочисленных изменений случившиеся в Англии 18 века следует благодарить больше религию чем философию. Величайшая политическая важность просвещения заключается в его наследии для грядущих поколений. В нем разъясняются и формулируются многие ключевые требования к тому, что следует называть либерализмом, хотя здесь тоже его наследие выглядит неоднозначным, так как деятели просвещения стремились не к свободе как таковой, а свободе ради плодов, обещаемых ею. Великим предвидением 18 века считается допущение возможного счастья человечества на земле. В этот век, можно сказать, не просто предсказали земное счастье как достижимую мечту, но к тому же сформулировали предположение о том, как его измерить. Иремия Бентам писал об так называемой арифметике счастья «фелисифик калкулюс», и что счастье можно распространять посредством применения рассудка. Прежде всего через просвещение продвигалась идея о том, что знание в его социальной тенденции представлялось в основе своей даром благодатным и прогрессивным, а поэтому в него нужно верить. Все эти идеи вызвали глубокие политические последствия. Наряду со всем упомянутым выше, в данную эпоху удалось сделать вклад в будущую самую либеральную европейскую традицию, которая обрела более определенную и отрицательную форму. В эпоху просвещения возник классический антиклирикализм. Критики всего того, что сотворили служители римско-католической церкви, добились поддержки со стороны государства своих нападок на духовные организации и их авторитетов. Борьба церкви и государства происходила из множества корней, не связанных с философией, но ее всегда можно было представить как продолжение войны просвещения и рациональности против суеверия и фанатизма. В частности, критике или презрению подверглось само папство. Вольтер, как кажется, одно время полагал, что оно исчезнет до конца века. Величайшим успехом философов в глазах их врагов и многих собственных сторонников выглядел папский распуск в 1773 году общества иезуитов. Кое-кто из философов вел свои нападения на церковь не только как на религиозный атрибут, а и на само вероисповедание. У отъявленного атеизма вместе с детерминированным материализмом в 18 веке имелось свое первое серьезное выражение, но популярности оно не приобрело. Подавляющее большинство тех, кто думал об этих вещах на протяжении эпохи просвещения, мог вполне скептически относиться к догмам церкви, но все равно придерживался смутной веры в существование Бога. К тому же совершенно определенно они верили в важную роль религии как социальной силы. Как сказал Вольтер, религия нужна ради блага самого народа. Он в любом случае на протяжении всей своей жизни продолжал утверждать, причем вместе с Ньютоном, существование Бога, и умер формально в мире с церковью. Вот вам намек на нечто, грозящее постоянно выпасть из виду в эпоху просвещения, роль животной и нерациональной стороны человеческой натуры. Самая пророческая фигура того столетия в этом отношении и того, кто яростно спорил со многими ведущими деятелями просвещенного сообщества и философами, принадлежит Жану Жаку Руссо из Женевы. Его важность для истории европейской мысли заключается в страстных призывах к тому, чтобы должный вес придавался чувствам и нравственным ощущениям, одновременно оказавшимся под угрозой того, что их затмят рациональные соображения. Из-за этого он считал людей своего времени существами недоразвитыми, неполноценными и разложившимися созданиями, изуродованными под влиянием общества, ведущего их катастрофе. Руссо своими воззрениями оказал глубокое воздействие на европейскую культуру, иногда весьма пагубное. Он заложил во все души, и это признавали многие, новое терзание. В его трудах можно обнаружить новое отношение к религии, которое должно было ее оживить, новую психологическую одержимость человеком, который предполагалось наводнить искусство и литературу, изобретение сентиментального подхода к природе и естественной красоте, ростки современной доктрины национализма, мирское пуританство, внедренное в мифическом видении древней Спарты, и очень многое еще что. Все эти его умозаключения вызвали и позитивные, и негативные последствия. Руссо, короче говоря, послужил ключевой фигурой в процессе создания того, что позже назвали романтизмом. В очень многом он считается новатором и часто одним из гениев. Немало он к тому же разделил с другими мыслителями. Его отвращение к разложению просвещением общины, его представление о том, что люди были братьями и членами общественного и нравственного целого. Например, получило выражение точно так же красноречиво в трудах ирландского автора Эдмунда Берка, который, однако, сделал совсем другие выводы. Руссо в какой-то мере выражал взгляды, начинавшие овладевать душами остальных людей, так как эпоха просвещения прошла свою высшую точку. Тем не менее, главную и особую роль Руссо в становлении романтизма никто под сомнение не ставит. Слово романтизм произносится часто, причем к месту и не к месту. Его можно совершенно правомерно применять к понятиям, кажущимся диаметрально противоположными. Вскоре после 1800 года, например, некоторые люди отрицали всякую ценность прошлого и пытались избавиться от его наследия с таким жервением, как и деятели просвещения, а в это время другие люди упорно отстаивали существование исторически завещанных им атрибутов, и тех и других можно было назвать и называли романтиками, хотя бы потому, что для них моральная страсть имела большее значение, чем интеллектуальный анализ. Самая ясная связь между такими антиподами лежит в новом акценте романтичной Европе на чувстве, интуиции и прежде всего всем естественном. Романтизм, выражения которого выглядели весьма многообразными, начинался почти всегда с некоторого возражения по поводу просвещенной мысли, будь то из-за неверия в способность науки дать ответы на все вопросы или из-за отвращения к рациональной личной выгоде. Но его истинные корни лежат гораздо глубже в развенчании сторонниками реформации многочисленных традиционных ценностей одной высшей ценностью искренности. Было не совсем неправильно видеть в романтизме, как некоторые католические критики это считали, мирское протестантство, так как прежде всего его поборники стремились к подлинности, самореализации, честности, нравственному возвышению. К несчастью, они слишком часто делали это без оглядки на цену, которую приходилось за это платить. Великие последствия проявлялись на протяжении девятнадцатого века, обычно с болезненными результатами. А в двадцатом веке романтизм коснется многих новых уголков мира в качестве одного из последних всплесков живости европейской культуры. В ДНОМ СЕЬМА Продолжение следует...